Добрый вечер, коллеги! Очень приятно, что сегодня, в отличие от предыдущей лекции, я могу сказать, дамы и господа. Сегодня у нас с вами очередной штурм высоты. Сегодня мы занимаемся шаблонами, которые паттерны, но кроме них будет дополнительный материал, материал, который нас вообще подведет к вопросам объектно-ориентированного проектирования или проектирования и анализа, или анализа и проектирования. И будут еще вопросы, которых не было даже в плане предварительном. Я очень хотел их включить. Я очень надеюсь, что мы успеем. Вопросом объектно-ориентированного проектирования сегодняшней лекции, хотя это, может быть, и парадоксально звучит, Мы с вами начинаем очередной блок, или модуль, говоря правильными словами. Этот модуль посвящен вопросам уже методологии. Методологии. Сегодня мы говорим про то, что за зверь такой объектно-ориентированное проектирование. А через неделю мы с вами говорим про идиоматику языка, то, что они успели, потому что многое мы говорили. Так вот, репреном многое уже прозвучало. Про некоторые моменты, связанные с организацией разработки. Я думаю, что я еще предложу вам одну презентацию, посвященную исключительно техническому налогу. Это презентация одного из ведущих инженеров компании Sony. Я ссылку на нее дам. Она вся, технический налог. Одну из, на мой взгляд, очень важных идей в организации разработки. Но об этом чуть позднее. Сейчас мы начинаем с объектно-ориентированного проектирования. И первый наш вопрос. Вопрос, а зачем эта деятельность вообще ведется? И чем она отличается от того, что мы уже проделали? Прежде всего, цель любого проектирования – это создание такого дизайна системы, который не только послужит руководством по ее изготовлению. Изготовлению для кого? Изготовлению для программистов. В некоторых случаях, как сейчас, мы с вами и совмещаем две роли. Кроме того, что мы говорим про изготовление, мы также говорим про документирование своих архитектурных решений, что очень важно. И мы также говорим про возможность валидации дизайна еще на моделях. Валидации, которая дает возможность убедиться в наличии желаемых, отсутствии нежелательных элементов, характеристик, то есть каких-то качеств. Это все можно сделать на моделях отчасти, без использования кода, как очень такого вязкого, долго изготавливаемого, сложно модифицируемого элемента системы в целом. Поэтому я вам говорю, что покажите мне e-mail, и мы с вами чего-то обсудим. На самом деле, те критерии качества, которые можно сформировать у системы, или в отсутствии которых, если мы не хотим, можно убедиться, но они на самом деле продиктованы часто проектом, они продиктованы здравым смыслом, то есть все мы стремимся к определенным показателям. Другое дело, что в одном проекте мы стремимся к простоте дизайна, например, там, где мы знаем, что система не предполагает существенного развития, там, где ее границы нам понятны, и она достаточно самодостаточна. Так получилось? Достаточно самодостаточна, да? Если же, наоборот, мы понимаем, что мы делаем какое-то ядро в будущей большой системы, и, вообще говоря, архитекторам надо смотреть в будущее на год, два, три, понимать, что будет с системой, то тут, конечно, может быть, от простоты стоит отказаться в пользу гибкости, в пользу большего удобства конфигурирования, причем конфигурирование не ценой перекомпиляции системы, а ценой, скажем, предоставления неких инструментов ее настройки на лету при исполнении, и это вот те показатели качества, которые мы можем через выбор соответствующих архитектурных решений и формировать у системы. На мой взгляд, и здесь я думаю, что бывалые архитекторы, если бы они здесь к нам сейчас посоединились, бы согласились, архитектура – это про компромиссы, про тот баланс, который мы выстраиваем в любой системе, потому что не бывает систем с каким-то показателем, который резко выделяется на фоне всех остальных. То есть мы не можем оптимизировать систему по одному показателю, скажем, по скорости любой ценой, или по надежности любой ценой, или по требуемым ресурсам, скажем, памяти любой ценой, всегда мы ищем определенный баланс и принимаем, склоняемся в ту или иную сторону, но вот в ту или иную сторону – это всегда компромисс, и компромиссы эти могут быть достаточно неожиданными, необычными. Вот я несколько примеров здесь привел, да, например, возможность тонкой настройки и удобства работы. Это, по сути, один из классических конфликтов. Конфликта мы вернемся в конце лекции. Конфликт – гибкость или простота, или гибкость против простоты. Простота – это удобство программирования, это лаконичные, понятные, удерживаемые в голове интерфейсы, открытые тех классов, пакетов, которыми мы оперируем. Я не ставлю целью приводить примеры из Java сейчас, но я хочу просто подчеркнуть, что архитектура, она к языку непривязна. С другой стороны, благодаря таким лаконичным интерфейсам, которые легко удерживаются в голове, или даже не благодаря, а из-за, по причине их существования, мы теряем возможность через программные вызовы, то есть на лету, динамически, повлиять на какую-нибудь мелкую деталь, которую нам позарез надо поменять, перенастроить, придать новое значение и так далее. Это примерно такая же ситуация, как с оптимизацией любой программы или любого участка кода по двум осям – по памяти и по скорости. То есть понятно, что до определенной степени мы можем оптимизировать то и другое, но дальше начинаются жесткие вещи, потому что если мы хотим еще больше скорости, нам нужно вводить, например, программный кэш, а программный кэш – это память, соответственно, со всеми последствиями. Если мы, с другой стороны, экономим память и выбираем, к примеру, шаблон приспособленец, который, кстати, единственный жертвой нашей оптимизации и полностью переселился в приложение к лекции, это означает, что в билетах его не будет. Но материалы-то есть, они, в общем, уже проверенные, хорошие, можете их потом в приложении отыскать. Так вот, приспособленец, да, он со своей стороны также жестко экономит память при удачном стечении обстоятельств на порядке какой-то подсистеме можно память ужать. Но цена этого ужатия – это достаточно серьезные потери в скорости. Поэтому вот такие вот компромиссы мы постоянно выбираем, что нам ближе, что ближе заказчику, что ближе тем целям, которые мы преследуем. И это вот, по сути, один из основных таких вот философских, наверное, аспектов архитектурной деятельности. Понятно, что много архитектурных языков, U-Main только один из них, много про изготовление архитектуры, про требования к архитектуре, много про валидацию архитектуры, то, что мы сейчас с вами почти не затрагиваем. Но вот из таких вот основных вещей, главных, да, о чем сама деятельность? То есть деятельность в основном о каких-то компромиссах. Следует выделить четыре основных проблемы, которые характерны для деятельности по разработке архитектуры. И вот мы сейчас с вами коротко их рассмотрим, по крайней мере, в том виде, в котором я их пропускаю через себя, как архитектор, в том виде, в котором я пропускаю через себя и какую-то литературу, потому что подобные проблемы упоминаются, о подобных проблемах разговаривают очень многие авторы. Вот здесь даже можно сказать, что отголоски книги Гаммы и его банды прослеживаются. Но на самом деле первая проблема, ну или первая и вторая совместно, да, связаны с тем, чтобы понять, что должно входить в ту систему, которую мы делаем. То есть это и определение самих границ системы, то есть что внутри, а что находится вне нашей автоматизации или нашей текущей задачи в более узком смысле. Кроме того, это моделирование предметной области, потому что прежде чем начать что-то писать, нужно понять тот язык, на котором говорит наш уважаемый пользователь. Уважаемый пользователь, если переводить на жаргон предметно-ориентированный или проблемно-ориентированный разработки, то есть ДДД, он говорит на общеупотребительном языке, а общеупотребительный язык в свою очередь у всех свой. У строителей свой, у специалистов с плотской, скажем, направленности, свой, у логистов свой, у бухгалтеров свой и так далее. Соответственно, мы анализируем нашу предметную область, учим язык, вот тот, на котором говорит заказчик, и примерно вот это мы с вами делали на одном из наших этапов, на первом этапе работы, да, когда мы делали концептуальную модель. Я вас просил не говорить ничего про атрибуты, про методы, но поскольку там было сказано про имена классов уже такие живые, настоящие, то это и был тот самый употребительный или общеупотребительный язык. Это как раз и были те термины, которые были основными. У кого-то это планеты, корабли и так далее, у кого-то это фракталы, у кого-то это еще что-то, наверное, примеры из своих, привожу, да. Это вот и есть предметная область. Это, я бы сказал, как параллель с базами данных, естественные понятия, в отличие от искусственных, которые добавляются при уже применении дисциплины проектирования. Потому что дисциплина проектирования нас заставляет анализировать проблемы, которые стоят или могут встать перед системой. Мы, соответственно, на них реагируем, внедряем те или иные шаблоны проектирования, а может быть и не шаблоны, а какие-то свои уникальные решения. Но, как бы то ни было, мы уже переходим в плоскость тех объектов, которые заказчику не интересны. Разникают всевозможные адаптеры, итераторы, менеджеры, фабрики, мосты. В общем, такое строительство начинается, да. И понятно, что эти фабрики и мосты, они никоим образом не из предметной области пришли, они пришли из анализа, из выруливания из тех проблем, которые существуют. Это как раз вторая ветвь, которую я назвал искусственные объекты, синтетические объекты. Среди них, соответственно, можно выделить абстрактные, потому что есть искусственные, но конкретные объекты. И уже вот в связи с этим один из путей происхождения абстрактных объектов это применение паттерна. Но это что касается состава. А что касается степени детализации, тоже все не так просто, потому что, к примеру, мы все прекрасно понимаем, что любой класс — это атрибуты, методы. Методы — это интерфейсы, интерфейсы — это сигнатуры. Обращаясь по соответствующей сигнатуре через интерфейс, клиент посылает вопрос нашему классу. Здесь можно в нижней части увидеть, да. Вопрос в том, насколько велики могут быть интерфейсы у каждого класса, насколько велик может быть объем атрибутов у любого класса. Вы уже знаете, я уже говорил про антишаблон божественный класс, который все должен уметь. И я уже сказал, что божественные классы нарушают принцип единственности-ответственности или единственной ответственности. И в этом смысле мы уже понимаем проблему, связанную с детализацией. То есть сколько мы будем делать классов, насколько велики они будут, как они будут взаимодействовать, если мы их действительно разделяем, отделяем друг от друга. Это тоже вопрос проектирования. Я сейчас ставлю проблемы, но не даю пока ответа. Это будет позднее. И еще две проблемы. Здесь я, кстати, обратил бы внимание на взаимоотношения понятий класс и тип. По крайней мере, так как я понимаю, я рассказываю, и вроде бы пока все согласны с этой терминологией. В любом случае терминологию можно найти и другую в книгах, в статьях, в каких-нибудь видеоматериалах или на производстве, в конце концов. Но не так важно, как что именуется. Антологию можно любую ввести. Важно, чтобы мы понимали, что это разные вещи. И вот про то, что это разные вещи, надо отдельно сказать. Дело в том, что, опять же, начиная с класса, можно сказать, что класс — это в первую очередь реализация. Это то, в каком составе инстанцируются объекты. То есть экземпляры — это то, или про то, каким образом происходит выполнение тех запросов, которые клиент посылает через обращение к методам. Это вот класс. Классы бывают абстрактные, которые мы запрещаем инстанцировать. Бывают конкретные, которые инстанцируются. Бывают производные классы, бывают родительские классы. Но это вот все про реализацию. Вопрос интерфейсов, он ближе к понятию типа. Причем вот в той обобщенно-алгебраической трактовке, которую я предлагал, когда мы говорили про обобщенное программирование, про интерфейсы. То есть тип — это совокупность тех операций, которые можно произвести с объектом. А тип — это для класса. Для класса тип — это его открытый интерфейс. Наличие тех или иных методов в закрытом разделе, секции определения методов, на интерфейс не влияет и на тип не влияет. В этом смысле я смею утверждать, что один класс может иметь несколько типов. Помните, мы с вами рассматривали на последней лекции наследование от такой сущности, как non-copiable. Помните? То есть non-copiable — это какой-то интерфейс, говоря терминами Java, у нас это класс, все равно, который имплементирован и придает каждому классу, а стало быть, каждому экземпляру класса, определенные свойства. Каждый класс, который является производным от non-copiable, имеет вот тип соответствующий. С другой стороны, если мы в качестве базового класса выберем, например, какой-нибудь класс-функтор, пример совершенно искусственный, но тем не менее, я просто в реальном времени составляю пример, у нас получается некопируемый, то есть присутствующий в единственном экземпляре, функтор. То есть, с одной стороны, к нему можно обращаться как к некопируемому, и это означает, что он отвечает некоторым требованиям к типу данных. Помните требования, которые мы с вами обсуждали. А с другой стороны, он функтор, к нему можно обращаться через интерфейс функтора, через круглые штучки, перегруженные. Точно так же один и тот же тип могут иметь разные классы, причем эти классы могут быть не связаны в иерархии. Например, понятие STL совместимого контейнера, оно что означает? Оно не означает то, что эти контейнеры имеют какой-то один абстрактный базовый класс, который вменяет каждому из них интерфейс соответствующий. Просто так договорились, об этом написано в книжках, извините, в книгах, в книжках, там про другое, да? В книгах, в хороших книгах. Про это сказано в онлайн документации, если мы будем свой такой контейнер делать. Про это сказано в различных полезных руководствах. И мы, совершенно не порождая от какого-то класса, можем сделать свой класс, который будет иметь тип STL совместимого контейнера. Потому что он в своем активе, в открытой области интерфейса, имеет ровно те вызовы, которые ожидаются от любого такого типа. Класса с типом. Соответственно, эта идея понятна? Еще раз говорю, можно разделять, можно не разделять воззрение в части терминологии, но сама идея, это очень важно для объектно-ориентированного программирования, да, наверное, программирования вообще. Дело в том, что если тип понимать, как набор допустимых вызовов, то многое становится просто и понятно. Я, правда, оставляю за скобками разговор о супертипе и субтипе, то есть надтипе и подтипе. Я лично здесь уже говорю про алгебраические вещи, да, говорю про то, что есть алгебра, есть подалгебра, да, подалгебра, она уже, подмножество, оно всегда уже, чем исходное множество. Поэтому для меня подтип это то, что обладает кусочком вызова. То есть все вызовы мы сделать не можем, но часть вызовов мы сделать можем, и в этом смысле вот то, что уже, оно является подтипом того, что шире. А в литературе иногда встречается прямо противоположная точка зрения, то есть подтипом называют то, что расширяет. Я специально делаю эту оговорку, для того, чтобы вы понимали отличие моей точки зрения. Я уже в очередной раз на лекции говорю, что вот если вы меня переубедите, это было предложено и предшествующему потопу, если вы меня переубедите, то автомат на экзамене сразу пятеркой, зачет, почет и почитание. Но мне кажется, что это настолько вот несущественная онкологическая поправка, которую мы можем себе позволить говорить, что подкласс, подкласс, у него больше методов, потому что он подкласс, он наследует и вот что-то еще дополняет. А подтип, он уже, потому что тип это набор операций, набор это какое-то множество, это алгебра, вот подалгебра, вот кусочек. Поэтому для меня это вот такое выделение. Что касается повторного использования, то повторное использование кода, в том числе отражено и на этой схеме. Делаем мы это через наследование, либо через композицию. Два способа наследования и композиция. Если мы будем говорить о паттернах, то те паттерны, которые основаны на наследовании, как механизме повторного использования, это шаблоны уровня класса, как они именуются. А если будем использовать композицию, то это шаблоны уровня объекта. Композиция или агрегирование используются гораздо чаще, поэтому шаблонов уровня класса достаточно мало. Вот. Это следующие две проблемы. Надеюсь, что мы с вами их осветили. Достаточно серьезный разговор. Рекомендую очень посмотреть литературу на эту тему. Но начинать лучше с Эриха Гаммы, потому что у Эриха Гаммы рассуждения на эту тему отчасти присутствуют. То есть он начинает с этих вопросов. Но с другой стороны, если в водах проектирования поплавать, я вот не говорю, что я вам Гамму рассказываю, да, Гамму вы сами можете прочитать. Там что-то еще, там мой личный опыт, там опыт тренерский, опыт архитектора, какие-то еще книги, названия которых я сейчас не могу вспомнить, потому что такая амальгама получается. Из Гаммы получается амальгама. Но как бы то ни было, эти проблемы есть, и наша задача как архитекторов их решать. Давайте двигаться в сторону их решения. В чем заключаются основные причины перепроектирования? Перепроектирование в самом худшем смысле этого слова, которое в программной инженерии в целом, как в инженерной дисциплине, можно квалифицировать как реворк, переделка. Переделка это не модернизация, это сказали ой, не то сделали, выбросили, начали за. Вот переделка архитектуры, как правило, является следствием сильной привязки к чему-либо. Привязки к оборудованию. Привязка к оборудованию это платформенно зависимый код, причем платформенно даже не от ОС, а от чего-то ниже, от чего я точно сказать не могу, но если мы с вами будем злоупотреблять встроенными такими квазиасемблерными функциями, которые по-английски интенсикс называются, то вот написали для процессора ССЕ2, а для процессора без ССЕ2 оно работать не станет. Может быть привязка к конкретным алгоритмам. Алгоритм реализован, а идея архитектуры системы в большом заключается в том, что вот в этой точке нам нужен шарнир, и нужно уметь настраивать, а настраивать мы не можем, потому что прописан конкретный алгоритм. Или привязка к чему угодно. К чему угодно, примеры перед вами, любая жесткая связь, как правило, является основанием для пересмотра архитектуры ранее или позднее. Говорят даже про такой атрибут качества, как связанность, coupling по-английски, причем это тот атрибут, который надо снижать характеристику, то есть надо делать менее связанные системы, почему появилась например такая вещь или такой архитектурный стиль, как многослойная архитектура, потому что многослойная архитектура, идея в том, что и плюс первый слой покоится на интерфейсах и того слоя, но никак не опирается на то, что было еще ниже. Соответственно, и ты слой предоставляет сервисы и плюс первому, и плюс первый предоставляет сервисы и плюс второму. Вот меньшая связь. По крайней мере, основные связи локализованы внутри слоя, а между слоями выстраиваются какие-то более формальные отношения. Вот что может быть причиной. Что стоит делать, чтобы этих причин не возникало? Одно из таких законов, одно из таких максимум я уже произнес, архитектор должен стараться увидеть систему такой, какой она станет через какое-то время. Какое время, это зависит от назначения системы, от масштабов системы, от модели разработки в конце концов, потому что если у нас итерационная модель, то это будут одни ответы, если у нас каскадная, вдруг, это будет совершенно иной взгляд, и будут иные ответы на те же самые вопросы. Но в целом, если не отвечать вопросом на вопрос, а хоть что-то по делу сказать, то это где-то год, два, три. То есть надо понять, а что может стать системой через полтора года? какие возможные направления ее расширения могут быть, или развития, или переноса на другую аппаратную, программно-аппаратную платформу, еще что-то может случиться, да? Какие новые технологии, которые сейчас есть, и про которые пишут на каких-то сайтах, то ли новостных, то ли каких-то совсем таких узкоспециализированных, что из этого может выстрелить, выйти в производство, и с этим производством нам придется жить, потому что это будут смежные технологии. Вот надо на эти вопросы отвечать, ну, в нашем простом достаточно примере, хотя, ну, как простом, мне уже рассказывали, что после первого-второго семинара именно по С++, по тысяче строк было, да? Так вот, про ваш проект, можете вопрос задать, что будет через полгода, то есть, ну, я хочу его дальше поддерживать, тем более, последние семена, это те, кто дойдет, обменяться проектами, да? Обменяться проектами, сделать, выдать рекомендации по рефакторингу, а это что означает? Это означает, что вы получаете свое распоряжение, ну, прямо скажем, чужой проект, да? Где у вас класс совершенно не замылен, но вы будете задаваться вопросом, а куда это может дальше расти? Проблемы связаны с будущим ростом, вот, это очень важная вещь. Следующая важная вещь, это принцип проектирования в соответствии с интерфейсами, а если его перефразировать в соответствии с вот этой нашей противопоставленностью типов и классов, да, то это означает, проектировать по типам или по классам? По типам, естественно, да, то есть мы фиксируем порядок вызовов, интерфейсы, а все остальное, как оно устроено, как оно сделано, как для того, чтобы быть сделанным, оно вызывает там что-то еще, клиента интересовать не должно. То есть клиент видит единообразный, стабильный, согласованный интерфейс, а значит он видит тип или серию типов, интересующих его, и по этим типам он взаимодействует с вашей частью системы, или с вашей системой, или с подсистемой. А как оно внутри, вы можете оптимизировать алгоритмы, можете там все перетряхивать внутри, но если интерфейсы стабильны, то совершенно не важно, как оно сделано. Это очень важный принцип programming to interfaces, и вот в одном из билетов оно будет. Но я надеюсь, что мы здесь не для того, чтобы билеты сдать, да? Вот, поэтому это вот такой момент, который следует брать на вооружение в любом случае. Существуют типовые архитектурные решения, типовых, к сожалению, архитектурных проблем. То есть проблемы возникают одни и те же довольно часто в самых разных системах. если вы почитаете Гамму, Гамма писал, Гамма и все его уважаемые соавторы писали в 96-м, кажется. Докладывали они на конференции или на саммите, посвященном объектно-ориентированному проектированию в 95-м или даже в 4-м, сейчас я не помню. Там в введении все эти факты приведены. Вот, а анализировали они системы вообще конца 80-х годов. Прошло 25 лет, проблемы те же самые, но сейчас мы понимаем, что далеко не все паттерны одинаково полезны, что называется, но собственно и сами авторы это предсказывали и говорили, что что-то полезнее, что-то не так полезно, что-то они возможно оставили за абортом, хотя стоило включить, они просто не нашли промышленных подтверждений реализуемости вот этого как шаблона. Шаблон это не сделали в одной системе и заработало, а шаблон это сделали в одной системе и заработало, в другой заработало, в третьей заработало. Они, если не ошибаюсь, меньше двух или трех примеров в промышленном объектно ориентированном коде на минутку на конец 80-х годов в свой каталог и не включали. То есть вот понимаете, да, что такое шаблон? Шаблон это очищенный от деталей, то есть это не то, что годится в играх или, скажем, в деловых системах, но не годится вот, если поменять местами. То есть шаблон для игр неприменим к бизнес-продуктам или наоборот. Такого нет. Шаблоны они совершенно универсальны, они очищены от специфики предметной области потенциальной. Они про то, как вот конкретные ситуации разрешают. В классическом каталоге насчитывалось 23 шаблона. Мы с вами оставляем около 20. поэтому можно сказать, что несколько штук не так полезны оказались. Но, тем не менее, по большинству из них мы с вами пройдемся. Значит, по своему назначению, это к вопросу таксономии, типологии, они делятся на три группы. Те, которые про то, как создавать объекты, это порождающие шаблоны, про то, как связывать объекты, экземпляры какие-то, чего-то между собой, это структурные, там нет выраженной семантики времени, то есть там не так важно, как время, те, чем просто собрали, и в такой сборке это работает лучше, чем в любой другой сборке. А те, которые называются поведенческими, они действительно несут в себе время, это про то, как надо построить взаимодействие, или про то, как собрать и взаимодействие при этом как-то там само собой возникает естественным образом, возникает в правильном порядке, протокол какой-то возникает. вот есть такие три категории шаблонов. По составу шаблоны все имеют имя, имена всех шаблонов стандартизированы, ну, по крайней мере, с точностью до перевода на русский язык. Это означает, что мы можем разговаривать, даже будучи, скажем, из разных компаний, из разных отделов одной компании, занимаясь разработкой разных языков программирования объектно-ориентированного, естественно, мы можем говорить на одном языке про наш шаблон. Скажем, фраза «тут я применяю фабрику», она будет понятна всем, кто узнает, что такое абстрактная фабрика, как паттерн проектир. Это единство словаря, это самодокументируемость архитектуры, в коде мы с вами говорили, самодокументируемость достигается через то-то и то-то, здесь она достигается через применение шаблонов. Если я говорю, что у меня, например, шаблонный метод, и я это отражаю либо через имя метода, либо через комментарий, ну, да, у меня шаблонный метод. Дальше уже можно не комментировать, потому что что такое шаблонный метод, всем уже понятно. Ну вот, пожалуйста, пространство шаблонов, как я его назвал, тут все 23 шаблона присутствуют. На самом деле 23 или иное количество может получаться в зависимости от того, как адаптер считать. Потому что адаптер шаблона, адаптер класса, адаптер объекта, они немножко разные, ну, то есть у них юмелька разная. Вот, в некоторых языках один из двух вариантов не реализуем, тогда просто чего его рассматривать. Вот, кстати, у гаммы в качестве рабочих языков, вот их книги, кто уже видел, тот видел, да, C++ и Smalltalk. Вот, они очень хорошо, что на C++ многое пишут, но Smalltalk, да, тоже отдельное упражнение, Smalltalk можно выучить за время чтения книги. На самом деле понятие шаблонов оно шире, чем пространство паттернов именно проектирования, именно проектирования мало, как я бы сказал, потому что есть проектирование в большом. Например, когда мы делаем корпоративную систему, в которой будут в качестве подсистем заняты большие системы для нас с вами, да, то есть система, состоящая из других систем, а те включают свои подсистемы, вот для корпоративных приложений есть свои шаблоны, и, например, у Марстона Фаулера они написаны, там уже довольно устаревший каталог, но на сегодняшний день из таких шаблонов корпоративных, которые были бы интересны, это, например, сервис-ориентированная архитектура, СОА. Слышали? СОА. Ну, вот посмотрите в гугле, например, service-oriented architecture, это про то, как можно строить корпоративные системы, или то, что нам с вами ближе всем, допустим, облачные вычисления, облачная архитектура, это же архитектура, правильно, это стиль определенный, стиль связанный с тем, как функционирует код, где хранятся данные, как с этим работают конечные пользователи, и так далее, и так далее, да, но это явно шаблон не наш, хотя этот шаблон может быть применим и для деловых систем, и для хранения фотографий, то есть для потребительских продуктов, и для чего угодно, для игр, опять-таки, да, поэтому это шаблон, но более высокого уровня, я бы сказал, что существует шаблоны более низкого уровня, например, классические реализации алгоритмов, какая-нибудь сортировка, это же тоже шаблон, правильно, там математики напряглись, теоретики и информатики напряглись, подумали, придумали, оценили сверху сложность, дали каноническое определение в коде, пишите вот так, плюс-минус, вот так, потом появились менеджеры по персоналу, сказали, знаете, а напишите-ка мне сейчас пузырек, да, вот, поэтому это тоже, это тоже шаблоны, и вот, когда мы говорим, у меня, допустим, используется сортировка слиянием, я же не говорю, куда я там, что передаю, я говорю, сортировка слиянием, и всем понятно, вот он тоже пример, общего словаря, но на уровне более низком, если мы говорим про макро-уровень в облачных и сервис-ориентированных, то сортировка слиянием, это, наверное, микро-уровень, ну, микро-уровень, а мы с вами где-то посередине. Но, прежде чем начинать разговор про шаблоны банды четырех, я должен остановиться на более простых вещах. Дело в том, что, лично на мой взгляд, довольно часто пропускают совсем фундаментальные вещи, а фундаментальные шаблоны, они не менее важны, потому что они, в свою очередь, как детальки используются в шаблонах банды четырех, ну, и там, как вы понимаете, конструктор из маленького среднее, из среднего большое, из большого очень большое собирается. И если с точки зрения архитектуры у нас будет не все гладко в маленьком, то в среднем, большом, очень большом тоже лучше в ряд встанет. Так вот, на мой взгляд, и наследование, и композиция, они равны, достойны того, чтобы быть примерами, подходами к повторному использованию. К сожалению, гораздо чаще у нас повторное использование строится на наследовании, ну, в книжках учат наследование, потом вот это наследование, оно так вот, ну, в книжках, в курсах определенных. давайте договоримся, что мы не будем отдавать предпочтение наследованию, будем отдавать предпочтение, если уж иметь какой-то перекос, да, то пусть это будет перекос в сторону композиции, нам наверняка будет казаться, что мы много агрегируем и по композиции делаем, на самом деле будет не так, все равно можно сделать больше, пока не будем ставить перед собой порогов, пределов. Вообще говоря, между наследованием и композицией есть определенные различия, очень серьезные, фундаментальные различия, и выбирая тот или иной путь, мы просто следуем за разными целями. Еще раз, архитектура это достижение целей, это искусство компромисса, и вот мы с вами идем на компромисс, но в разных целях. Например, при наследовании у нас нулевой налог, скажем так, или нулевые накладные расходы, связанные с вызовом, ну, при вызове через наследование, мы же говорили, сколько бы уровней не было, компилятор все это разрешает одинаково, и вот адрес вызвали, поехали, да? а при композиции возникает уровень косвенности, или, как говорят, абстрактный слой в виде то ли ссылки, то ли указателя, то ли еще чего-то, ну, вроде как медленнее, но с другой стороны при наследовании мы не можем подменить реализацию на лету, а при композиции поменяли указатель на другой объект, и там новая реализация того же самого действия. То есть действия тоже, запрос нас, как клиентов, тот же самый, а выполнение этого запроса будет другим. Тут немножко разные цели. Сравнивая по самым-самым разным показателям наследования и композицию нельзя прийти к пониманию того, что является правильным. Вообще правильного или единственно правильного в архитектуре не бывает. Бывает то, что лучше подходит для решения данной задачи или выхода из сложившейся ситуации, но единственно правильного, то есть вы видите, что полужирным шрифтом показано то, что вроде бы лучше, да, вроде бы оно выигрышнее, но эти слова весьма так равномерно распределены, то есть удобнее читать код при наследовании, естественно, да, сопровождать его проще, он быстрее, с другой стороны при композиции у нас классы мельче, помните божественный класс? Понятно, если мы наследуем, 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 классы меньше, конфигурировать на лету можно, повторно использовать вот те же самые кусочки проще, то есть не требуется брать новый проект весь под, под, под класс какого-то базового, да, взяли нужный уровень, собрали детали и композиция заработала. Везде свои есть преимущества и недостанки, то есть еще раз, выбор в пользу наследования или композиции, инвигирования, но не так важно, да, должен быть ввешенным архитектурным решением. диаграмма, которая иллюстрирует сказанное. Единственное, на что я обращу ваше внимание, это то, что есть такая техника подмешивания интерфейсов. Вот, смотрите. Кстати, мои худшие опасения сбылись, или как, сбылись. Дело в том, что у меня здесь метафайл, индонус, и вот пунктирная линия, она такая вот стала не совсем пунктирная, а серенькая, но почти сплошная. Тем не менее, я перенес в старый умейш, по традиции все диаграммы, по сравнению с тем, что вы посмотрите в предыдущих семестрах было, но, мне кажется, поинтереснее смотреться. Значит, я иногда буду подходить и говорить, это интерфейс, это имплементация, хотя для C++ нет такого ключевого слова, в отличие от Java, и нам все равно писать не следовательно. Так вот, это подмешивание интерфейса, то есть, класс есть, от него делаем новый класс, но этому классу говорим, у тебя новый тип появится. Помните, я подмешиваю классы и типы. подмешали, подмешали, кстати, этот mix-in тоже из одной из книг авторитетных, какой, не помню, но все, что я стараюсь включать в список литературы и читать, оно более менее для индустрии значимо, откуда я это взял в тему. Вот, mix-in. Ну, в целом, эта техника выходит за пределы любой книги, даже самой хорошей. Это так делается всегда. Мы с вами новым копиям увидели. Что хорошо, мы можем много раз ссылаться на одну и ту же реализацию при агрегировании. Это еще один уровень повторного использования. Есть одна реализация, она обобществленная, общая, и мы ею пользуемся. В случае, если она не общая, мы можем покрасить этот ромбик, сказать, что у нас композиция в строгом смысле в таком, в умей смысле, да, и та сторона, которая часть, которая реализация, она живет не дольше, чем живет часть целая. То есть, вот, кто у нас там? Composite, да? Вообще говоря, даже отношение двух объектов, то есть, повторное использование по композиции, оно имеет разные варианты. Можно же атрибут ввести, правильно? Можно ввести ссылку, можно ввести указатель. И вот с самых разных сторон это совершенно разные вещи. например, если ссылка, то она должна быть инициализирована. Как мы знаем, ссылки вообще инициализируются непосредственно в списке инициализации конструктора, то есть, сразу-сразу, да? Естественно, она не может быть висящей, значит, объект, который является частью, живет не меньше, чем живет целая, и мы его не будем уже менять. Для указателя по-другому все, указатель бывает пустым, мы можем несколько раз за время жизни целого поменять часть, которая реализует участника имплемента. И вот таких различий довольно много, опять же, это не просто табличка, да? это основание для того, чтобы принять взвешенное решение, когда это будет необходим. Есть еще один нюанс, который следует сказать про агрегирование или про композицию. К сожалению, этот нюанс выходит за синтаксис и за семантику языка, а когда мы выходим за синтаксис и семантику у нас остается что? Прагматика, да? То есть не как это пишется и что это означает, пишется одинаково и означает одинаковое, а вот прагматика это то, как этим пользоваться, то есть как распорядиться языком. Вот, к сожалению, это сугубо прагматические различия C++, но они есть. Представьте себе у нас два объекта. Один например, часть, второй целая, целая имеет указатель на часть, часть предоставляет какой-нибудь сервис, какую-нибудь функцию реализует полезную, да? Вот отношение между общим и частью. Бывает агрегирование вот в таком вот таком узком-узком-узком смысле, да? агрегирование означает содержит, а содержит означает моё, да? То есть, например, это указатель на мой итератор, правильно? Вот моё, мой итератор. И отсюда мы понимаем и время жизни, и степень связи, то есть силу этой связи, понятно, да? А второй вариант это осведомлённость. Осведомлённость, ну, допустим, есть объект, который генерирует для всех случайные числа, а у нас какой-нибудь математический, может быть, игровой проект, там много всякой стахастики, да? Вот есть такой объект. Я сказал, ну, он, скорее всего, одиночка, сделанный один раз. Вот, я говорю, ну, мне надо на него указатель, чтобы быстрее я буду его у себя хоронить. Но что означает такой указатель? Не моё, а только то, что да, я знаю, что в системе он есть, я использую указатель для того, чтобы быстро обратиться. Ну, понятно, да? То есть на уровне реализации это будет вот исключительно указатель одинаково. Да? На уровне UML это будет какой-то ромбик, тоже всё одинаково. Не C++, не Java, не, наверное, с хорошей степенью вероятности, многие другие современные языки вам различия не покажут. Различия коренятся где? Например, во времени жизни общего и части. А как во время жизни отследим? Походу никак. Только если будем заниматься профилированием, строить диаграммы последовательности, в Eclipse есть такие вещи, которые позволяют автоматически строить. Говорим, следить за объектом. Следим за объектом, да? И поэтому вот эти вещи, я сейчас скажу совершенно странную для меня вещь, вот эти вещи, можно и нужно отражать в комментариях к исходному коду. Потому что исходным кодом как таковым это, к сожалению, не выражается, не берется, это чистая прагматика. Это чистая прагматика, ее надо в комментариях написать, что да, у нас указатель, но это общий объект, то есть мы просто знаем про то, что он существует. Это называется осведомленность. Понятно, что сила отношения моего, как с итератором, она гораздо выше, а в случае, что я знаю где-то там, она гораздо ниже, и это показано на слайде. Значит, есть еще один важный тоже базовый шаблон, который опирается на те же самые связи, наследование, композиция, делегирование. делегирование означает, я не хочу делать это сам, я отдам кому-нибудь, чтобы для меня это сделали. Возникают два участника, один делегирует, второму делегируют, возникают два участника, и оба этих участника могут быть в отношении как наследования, так и композиции. Ну, с композицией понятно, более-менее тот же пример контейнера и итератора. Итератор делается для контейнера, и некая композиция там выстраивается, предположим, предположим, да, может и не выстраиваться. А вот как обстоят дела с наследованием? В случае наследования интерфейс у меня находится вот здесь, мне нужно выполнять соответствующую операцию, но эту операцию я делегирую полностью или в части делегирую своему базовому классу предку. То есть я говорю, что у предка эта задача уже решена, предок будет ее для меня делать. Точно так же, как в случае с композицией, я говорю, что вот мой интерфейс процесс рек и в первом и во втором случае это тот метод, который будет вызывать клиент. туда еще можно пририсовать значок интерфейса e-mail не стереотип для класса, тем более, что он и не стереотип формально говорит, а значок интерфейса окружность. Вот процесс рек это тот, которого вызывают клиенты. А для того, чтобы не заниматься этой работой самостоятельно, наш участник, который является получателем команды, у него есть своя предположим закрытая ссылка или свой закрытый указатель на того, кто будет делать, на делегата, и вот делегат выполняет соответствующую задачу. Еще раз, в чем суть делегирования? Суть делегирования в том, что мы отдаем поведение вот в той или иной части, стороннему участнику. Обратите внимание, что наследование, как, в общем-то, было сказано еще на несколько слайдов ранее, наследование следует модели стеклянного или белого ящика. То есть потомок он всегда знает, как это сделано. Он просто не хочет это повторять, но он знает, как оно сделано. И имеет доступ ко всем деталям реализации, и как программист имеет доступ к этому коду, так и через всевозможную интроспекцию и прочее производный класс знает, как это сделано. А вот в случае с композицией тут классический черный ящик, получатель команды не знает, как делегат будет ее выполнять, но для него главный результат, задача будет исполниться. Следующий наш шаблон из числа фундаментальных, это все фундаментальные шаблоны, они не рассмотрены у гамма, почему я говорю, что такой слой, который пропускается к сожалению часто, это неизменяемый объект. А неизменяемые объекты удобны, хороши тем, что они потокобезопасны часто, они легки в сопровождении, они обеспечивают определенные структурные показатели, за которые компилятор отвечает, то есть если мы делаем так, что мы делаем правильно, то сломать его уже дальше будет невозможно, ни программно, ни как-то еще. Неизменяемые объекты бывают разными с точки зрения того, что означает неизменяемый. Бывают неизменяемые с позиции пользователя, а бывают неизменяемые в байтах и в битах. допустим, если у нас неизменяемый объект отвечает на какие-то запросы, а запросы повторяются, а повторяющиеся запросы хочется быстрее выполнять, а быстрее выполнять означает, что нам понадобится кэш-память, естественно, мы ее показывать на руку не будем пользователю, то для пользователя это неизменяемый объект, то есть он был единожды сконфигурирован, инстанцирован и ничего дальше не изменится, то для нас, как для программистов, это изменяемый объект, только в его закрытой части, потому что есть кэш, который накапливает историю обращений, историю ответов, и в случае, когда вопрос повторяется, ответ будет дан быстрее. Ну, это просто один из примеров такого неизменяемого логического объекта, но в целом можно привести и другие примеры. Главное понимать, что такое неизменяемое. Чаще всего неизменяемый объект это что-то, что строится за один прием, скажем так, по крайней мере в открытой части, то есть здесь мы вряд не пойдем по пути отложенной инициализации, отложенная инициализация это, кстати, тоже паттерн, но не базовый, а из одной из библиотек не Gov, более современный, вот Lazy Initialization это тоже паттерн, можете поискать из какой библиотеки, мы ее с вами здесь не рассматриваем, но в начале 2000-х появилась такая библиотека, альтернативная Gov, вот можете как домашнее задание посмотреть, так вот никаких Lazy, все делается сразу, все делается либо таким образом, что весь интерфейс const, const, const в атрибутах, либо атрибуты в общении предполагают прямого к ним обращения, все делается через методы, а состояние полностью инкапсулировано внутрь объектов такого класса, мы не говорим, что должен быть один экземпляр такого класса, то есть это не синглтон, и можно предложить совершенно ортогональные вещи, то есть неизменяемый с множеством экземпляров, изменяемый синглтон, то есть совершенно разные вещи, но подход, подход, да, надо про каждый элемент интерфейса что-то сказать, какой-то термин или спецификатор ввести, в данном случае спецификаторы у нас будут скорее всего куристи, в случае синглтона забегая вперед статик, да, чаще будет, интерфейс интерфейс как понятие, одно из фундаментальных понятий объектно-ориентированного проектирования тоже можно рассматривать как паттерн, интерфейс предназначен для создания, для ввода в программу абстрактного типа данных, вот здесь тип, это как раз как я его понимаю, вот тот набор вызовов, который можно предложить, соответственно возможны самые разные комбинации, самые разные сочетания, можно сказать, что один класс имплементирует два интерфейса, то есть у него появляются два типа, можно вспомнить вот ту самую историю с подмешиванием, класс вроде не сильно поменялся, у него новый тип появился, если тип был реализован как набор чистых виртуальных функций или как интерфейс в Java, ну понятно, это прямой приказ, хочешь создавать экземпляры такого класса, тут добр реализовать все его появившиеся вызовы, вот, но как бы там ни было, интерфейс это тоже паттерн, если у вас в процессе проектирования рождается мысль, а не вынести ли вызовы куда-нибудь отдельно, не предлагая, не предполагая вообще никакой реализации, не надо этому сопротивляться, это хороший сигнал, возможно, у вас рождается интерфейс, пускай он рождается, дальше мы будем его использовать для использования, он будет имплементироваться разными классами. Ну вот, два примера, которые я уже прокомментировал, класс, имеющий два типа, или класс, имеющий два интерфейса, и подмешиваем. Ну вот, таким образом мы с вами подходим к рассмотрению порождающих шаблонов, тут я должен оговориться, что все дополнительные слайды, которые у нас раньше назывались обсуждения, там вот аспекты реализации, то есть частные вопросы, связанные с тем, как можно это сделать, они, на мой взгляд, не бесполезны, я так аккуратно скажу, не бесполезны, потому что в конце концов это некая квинтэссенция гамма, не буду говорить, что мне их жалко, по-отечески, да, но есть немножко, поэтому они остались, они все вынесены в приложение, можете их тоже полистать, если будет желание высказать свое мнение, а у нас сбор баллов на всякие комментарии, замечания, исправления продолжается, вот, можно и про приложение тоже высказываться, то есть есть основная часть, есть дополнительная, вот, можно и туда. А мы с вами продолжаем, у нас разговор про поведенческие, извините, про порождающие шаблоны, это самая малочистая, пожалуй, группа, по крайней мере, у авторов шаблонов ГОВ их минимум, всего 5 штук, но они полезны, они полезны в случае, когда мы хотим создать гибкую и какую-то специализированную, отвечающую на специфические вопросы систему порождения экземпляров классов, если говорить про дихотомию у наследования и композиция, то это все, конечно, работает прежде всего в случае композиции, в случае наследования надо проект перекомпилировать довольно часто, это работать не будет, но, тем не менее, оно достойно того, чтобы это рассмотреть, тем более я вас призывал и продолжаю призывать побольше заниматься композицией, поменьше заниматься наследованием и вот наш первый паттерн это абстрактная фабрика или просто фабрика фабрика полезна там, где мы хотим построить ряд объектов, они называются продуктами, которые скорее всего должны работать в связке, то есть понятно, можно сделать фабрику для одного продукта, это будет такая вырожденная фабрика, но можно, паттерн не запрещает, попробовать можно, если для целей конфигурирования не возбраняется, но идея в том, что у вас есть серия продуктов разных, они работают совместно, если мы перепутаем продукты из разных серий, они скорее всего будут несовместимы между собой, если у вас например одна и та же оболочка служит для нескольких разных игр, ну делаем например, да, вот в настольном варианте, в физическом варианте, есть же такие комбинации шашки, шахматы, физические наборы, понятно, что если вы играете в одну игру, то предметы для другой игры вам не нужны, или по крайней мере, вот те фишки, которые они вроде как шашки, вроде шахматной фигуры, должны интерпретироваться ровно в одном стиле, в одном качестве, вот то же самое касается фабри, это вот был такой игровой пример, вы можете на виртуальный рельс перевести, у Эриха Гамма был пример с интерфейсными элементами, на мой взгляд, он тоже до сего дня не устарел, то есть если вы делаете интерфейсные элементы, допустим, в одном стиле, или для одной оконной системы, у вас вторая система, вот, ну, KDE и не KDE, да, понятно, что эти элементы не могут функционировать совместно, а это означает, что нам необходима фабрика, фабрики выпускают разные продукты, абстрактная фабрика имеет общий интерфейс, она говорит, на какие вызовы должны откликаться конкретные фабрики, конкретные фабрики выпускают эти продукты, фабрики, и делают это по продуктовым линиям, да, то есть, вот, только в допустимых комбинациях, те экземпляры, которые будут выпускаться одной фабрикой, гарантированно работают между собой, если вам вместо игры в шашки, у вас там кретчатое поле, да, захочется поиграть в сапера, да, то вам понятно, что надо все фишки выбросить, поле перерисовать, оно скорее всего и другого размера будет, и там табло появится какие-нибудь новые, может что-то исчезнет, то есть, говоря языком архитектуры, уничтожаете все продукты, включая старую фабрику, делаете новую фабрику в том же сеансе, и ваша новая фабрика дает вам новые продукты. Основным недостатком такого подхода является, ну вот смотрите, допустим, мне понадобится новая игра, новая оконная система или что-нибудь новое, целая серия продуктов, легко добавить новую фабрику. Ну легко, да? Добавили фабрику, написали, как создавать каждую порцию, каждую серию продуктов, все продукты в серии точнее, и все хорошо. А вот представьте себе, нам надо добавить новый продукт, то есть, новую игру или новый элемент управления. Несладко придется, да? Потому что расширение пойдет не вот таким образом, извините, добавили новый класс, новую фабрику, а нам придется дописывать в каждую фабрику еще один вид продукта. То есть, продукт С, продукт С, продукт С, очень неудобно. Это вот, пожалуй, основной минус фабрики, хотя, понятно, есть и другие, есть аспекты, но пока вот просто идея. Сегодня мы с вами идеями делимся, какие проблемы бывают и как их в целом можно решать. Если вы начинаете узнавать свой проект и говорите, да, у меня такие же мысли, я вот тоже не знаю, что делать, то вполне возможно, что это точка приложения паттерн, те, которые мы с вами сейчас обсуждаем. Но заметьте, фабрика строит продукт от и до. Вот мы вызываем создать продукт, нам продукт отдается. Иногда возникает желание сделать что-то более тонко. Например, в игре построить конфигурацию игрового поля, расставить фигуры, фишки, корабли, планеты, мины, кто угодно. Понятно, что если мы будем говорить создай продукт, то это будет как в том анекдоте про любителей анекдотов расскажи анекдот номер 75. Все варианты невозможно предусмотреть. Необходимы какие-то более тонкие подходы, необходим более развитый интерфейс с более тонкой гранулярностью. То есть не сделай вариант номер, а вот сюда поставь мину, сюда поставь стену, сюда поставь какого-нибудь дроида, сюда по частям. По частям это к паттерну строитель. У паттерна строитель есть собственно строитель, участник строитель. Здесь показан один метод build part. Один build part. Но точно так же можно предложить десяток этих методов. Это даст нам наиболее тонкое управление построением продукта из всех порождающих шаблонов. Они все разные. Фабрика это конвейер, линейка продуктов. Строитель это один продукт. Этот один продукт будет делаться много-много-много вызовов. Эти много-много вызовов будут инкапсулированы у распорядителя прораба такого. У прораба есть метод construct. Вот construct будет вызывать build part у строителя для того, чтобы расставить стены, расставить двери, расставить мины, расставить игроков. Понятно, да? А где здесь клиент? На этой диаграмме. Ну, вообще говоря, клиентом может быть распорядитель. Если он готов разобраться в интерфейсе строителя и заниматься этим самостоятельно. Но с другой стороны клиентом может быть и еще один класс, который обращается к распорядителю, абстрагирует эту функцию по построению, снабжает construct какой-то наверняка длинной цепочкой параметров. Я хочу пять дверей, три мины, десять каких-нибудь преград еще, да? И по такому-то закону распределенных с такой-то силой. Вот вектор каких-нибудь уронов, который я через код просто хочу. Ну, понятно, да? То есть огромное количество параметров вызвать construct и там уже дальше сам распределитель будет это делать. Опять-таки это к вопросу о еще одном фундаментальном паттере, да? О делегировании. Мы сегодня уже говорили. То есть делегирует ли клиент распорядителю функцию конфигурирования строителя или нет? Это вот архитектурный вопрос. Чувствуете, птичий язык пошел? Вот это вот та антология, которой мы с вами обладеем через небольшое время архитектурных практик. И это вот как раз язык архитекторов. У нас примерно рождается в голове email диаграмма, вот локальная такая на экране, да? Примерно рождается. Нам не надо ничего рисовать в разговоре, судорожно искать доску с маркером. И нам не надо смотреть код. Нам даже язык не важен. Может потом окажется, что все это на C-sharp сделано, и уже вот как работает, а мы вот обсуждаем. Понятно, да? Вот он вот оно преимущество общего словаря, который мы с вами вводим. Следующий шаблон это фабричный метод. Фабричный метод интересен тем, что в нем мы откладываем принятие решения о том какого класса будет создаваемый экземпляр. Вообще говоря, порождающие шаблоны они не только про делегирование, про ответственность, про повторное использование, они еще и про инкапсуляцию имен. То есть, мы делаем все для того, чтобы клиент не знал, чтобы клиент не знал, какого класса у нас объект. Клиенту это не надо. Помните programming to interfaces? Клиенту важно какой у нас тип, а не какой у нас класс. Вот когда фабрика отдает продукты, фабрика отдает, помните, производные от abstract product такой-то. Вот конкретное имя совершенно не важно. Клиент будет работать abstract product. А все конкретные имена, вплоть до деталей, до упоминания каких-то может быть имен оконных систем, или имен шахмата и шашки нарды, это будет внутри имени класса где-то. Имена класса клиенту не нужны. Здесь ситуация такая же. Шаблонный метод откладывает вопрос принятия решения об имени класса до а вот тут становится интересно до создания экземпляра производного класса от абстрактного создателя. Что это означает? Предположим, мы с вами делаем какой-нибудь каркас. Вот тут сейчас пошла дискуссия на блоге по поводу конвертера файлов. Видели, да? Вот конвертер файлов. Вот отличный пример для паттерна, да? Значит, есть некий фреймворк, каркас, который говорит, я буду выполнять операцию. Операция это у нас с вами operation, да? И вот operation это, например, открытие файла. Operation это открытие файла. Ну, чтобы открыть файл, надо понятно связаться с диском, но связаться с диском, значит, надо создать экземпляр объекта, который будет этот файл дальше инкапсулировать, управлять чтением, записью, PDF может быть, может быть какой-нибудь дежавю, что там еще у нас упоминалось, электронные эти книги, да? Hip-Up какие-нибудь. Так возникает вопрос, а какого объекта создавать какого класса объекта создавать, пока непонятно. И вот это пока непонятно превращает шаблонный метод в точнее фабричный метод, извините, превращает в такую зацепку. И вот в конкретном создателе будет написано надо создать объект класса PDF-файл. Или надо создать объект класса DejaVue-файл. А на уровне каркаса будет написано, что просто при создании любого файла мы создаем какой-то объект. И дальше мы с ним работаем. Больше того, поскольку создатель на верхнем уровне абстрактный, то мы можем полностью лишены права его инстанцировать и можем даже не строить гипотез о том, какой будет тип файла по умолчанию. То есть фабричный метод может быть полностью равно больше. А на стороне файлов все файлы будут соответствовать единому интерфейсу. это интерфейс абстрактный продукт. Понятно, что все конкретные файлы будут его потомками и понятно, что конкретный создатель будет формировать эту направленную ассоциацию. Можно читать как создает, формирует, выпускает, поскольку это продукт. Конкретный файл. Вот идея фабричного метода. Мы на уровне своего текущего понимания системы откладываем принятие решения о том, каким будет реальный продукт до подкласса. И уже подклассу решать, что мы хотим строить. Для конкретных приложений это, наверное, неприменимо. Я, по крайней мере, не могу не вспомнить, не представить себе из опыта. Неприменимо. Это именно для каркасов. когда мы определяем порядок работы, но у нас всегда остается запас в виде подклассов. Подклассы еще знают, а мы можем чего-то не знать. Следующий шаблон это прототип. Прототип интересен тем, что все нужные объекты, а все нужные объекты это означает, что с интересующими нас классами, с именами этих классов, имена классов мы не хотим видеть, они уже созданы. Они уже созданы и существуют в виде какого-то реестра, списка, может быть прототип. И тогда если мы будем говорить, что мы строим игровое поле и строим на этом игровом поле какие-нибудь типовые преграды, какие-нибудь точки силы, какие-нибудь болота, еще что-нибудь, да? Мы берем типовую преграду, типовое болото, посылаем туда типовой танк. Посмотрим. Вылез туда и нет. То есть у нас все уже готово. Клиент работает через абстрактный интерфейс, прототипу нужен абстрактный интерфейс, естественно, но он весь сводится к одному единственному методу, это метод клон, как было написано у Эриха Гамма, ну вы можете придумать любое иное имя, то есть это клонирование. Вот что такое клонирование, этого не знает никто. Потому что, как мы прекрасно знаем, существует минимум две модели. Это поверхностное копирование, это глубинное копирование, и та и другая модель вроде бы тянут на то, чтобы их называть клонированием, а может быть при клонировании какие-то еще побочные эффекты могут возникнуть, либо желательные, либо чего-то будет не хватать, надо будет потом поправить. По крайней мере, если мы создаем типовые болота путем клонирования, то скорее всего это будет не заболоченная местность, а такая большая яма с одним большим болотом, потому что у всех будут одинаковые координаты. Это означает, что в процессе использования прототипов вслед за созданием точной копии путем вызова клоуна, нам понадобится наверное еще какая-то небольшая настройка, но это все равно делается как минимум ради того, чтобы общая сложность, вычислительная сложность, скорости, по памяти вот такого клонирования было меньше, чем создание с нуля. То есть помимо того, что мы избавляемся от необходимости знать конкретные имена, а просто говорим клонируем не прототип, мы также должны еще в чем-то выигрывать. Но в целом я могу сказать, что даже в одном из учебных проектов прошлого семестра прототипы очень активно использовались. С ними вообще очень интересно, потому что их же можно на лету добавлять, убирать, а это означает, что мы можем неявно конфигулировать наш проект. То есть репертуар прототипов меняется, допустим, какая-нибудь бомба нового типа появилась, мы ее подгрузили, начали использовать. Это также поднимает вопросы относительно того, а что такое реестр прототипов, как до него добраться. Скорее всего, сам реестр является синглтоном, и там он вполне оправдан, потому что не такая большая нагрузка. Ну вот синглтоны это, кстати, последний наверное до нашего перерыва шаблон из группы порождающих шаблонов. В чем его особенности? Ну, прежде всего в том, что почему-то довольно часто синглтоны являются одновременно божественными объектами. Вот, если вы посмотрите на литературу, на форумы, на стековый флоу, еще куда-нибудь, довольно часто говорят, что это еще и антишам нет. Вот это. Но, наверное, как говорят в расхожей фразе, вы просто не умеете их готовить. То есть, на самом деле, ничего страшного в наличии единственной точки входа куда-либо в приложении в системе нет. Например, вряд ли вам надо иметь два файловых рескриптора для одного файла. Да? Или вряд ли вам надо иметь больше одной фабрики в приложении. Фабрики с конкретным типом продуктов я имею в виду. Потому что если таких фабрик будет две, то от них меньше пользы, больше вреда. Потому что конфликты один продукт с одной фабрики, другой с другой фабрики, фабрики настроены противоположно, вместе это не работа. Понятно, что есть примеры и других полезных применений синглтонов. Но вот за что их реально стоит ругать? Вот стоит. Это за то, что если мы как архитекторы вперед смотрим на пять лет, синглтоны являются такой бомбой замедленного действия, потому как закладывают искусственные ограничения на масштабирование системы. То есть надо понять, если наша система вырастет в десять раз, станет ли синглтон ограничением для ее функционирования и всего остального. Если нет, то все хорошо. Проблем никаких. реализаций может быть много, многие из них хорошо ищутся, некоторые самые популярные даже сведены в энциклопедиях. Это лишь один из примеров, можно и по-другому, можно по-разному. Но самая главная идея заключается по крайней мере в предлагаемом варианте, я его тоже кстати предпочитаю, сам люблю использовать, в том, что мы имеем закрытый атрибут с указателем на соответствующий объект. Кстати, здесь нет никаких противоречий, потому что, во-первых, мы ссылаемся на указатель на t, то есть мы имеем указатель на t, а не экземпляр t, тут нет рекурсии. Во-вторых, он у нас статический, что тем более у нас снимает любые обязательства. Ну и соответственно, для того, чтобы обратиться, есть один единственный метод get, который уже проверяет, создан тот самый единственный экземпляр или не создан. Если он не создан, то вызывается конструктор, который по-другому вызвать нельзя и все хорошо. следующая наша группа шаблонов это структурные. Я предлагаю сейчас ненадолго прерваться, минут на пять, не больше. Итак, структурные шаблоны, их уже больше, они отвечают на вопрос, как организовать сочленение между классами или экземплярами классов, так, чтобы это было эффективно и решало определенные проблемы. Еще раз напомню, что как таковой фактор времени здесь не особо рассматривается. То есть эти композиции объектов, чаще всего это именно композиции, строятся навсегда, навсегда означает на все время жизни соответствующих элементов системы и какие-то протоколы взаимодействия что-то со временем связанное, хоть что-то, оно особо не предполагается. Ну, давайте приступим. Я, кстати, должен объяснить порядок, возможно, кто-то догадался, следование шаблонов. Они следуют у меня по тому, как они следуют у гамма, но за вычетом те, которые я просто вычеркиваю, у гамма они следуют в порядке их названий, а названия по-русски берутся из названий по-английски, поэтому в порядке их англоязычных имен в рамках каждой конкретной группы. Поэтому первый у нас идет адаптер. Про адаптер я много говорить не хочу. Мы с вами очень подробно говорили про адаптеры в STL, говорили немножко про адаптеры в Boost. Помните адаптер в циклическом буфере? Адаптер в STL, который делает нам например стек. Адаптер в STL, который делает нам итератор вставки. Помните, да? ничего сверх этого я сказать не могу. Цели и задачи ровно такие. Если у меня есть объект, я не хочу его менять или я не могу его менять, но при этом у меня есть необходимость его использовать, я буду его использовать через адаптацию. Менять я могу расхотеть или в нем могут запретить в ситуации промышленного кода. То есть есть промышленный код, он может быть вполне доступен, но если он отлажен, впущен в эксплуатацию и так далее, и так далее, на нем держится бизнес, например, или какая-нибудь большая социальная платформа, то понятно, что менять его я не буду, я скорее сделаю что-то вокруг него, чтобы получить новое качество. Вот новое качество нам дает адаптер. Если мы идем через вариант наследования, мы получаем адаптер класса. Если мы идем через вариант агрегирования, мы получаем адаптер объекта. Вот в STL Boost там какие адаптеры преимущественно? Ну, вспоминаем, мы с вами же смотрели. Как мы добивались нового поведения? Адаптер, который дает возможность экономить память в циклическом буфере, он берет и делает сам циклический буфер своим закрытым предком. Ну, очевидно, что это адаптер класса. Точно так же или близким образом ведут себя и иные адаптеры, адаптеры STL, потому что, ну, представьте себе, есть интерфейс у, допустим, контейнера Q, извините, контейнера DEC, подумал про очередь, сказал Q, да, DEC. У DEC там свои правила, в принципе, и в серединку можно что-то, и с обеих сторон контейнера, но, допустим, нам необходим стек с классическим LIFO порядком работы. Понятно, что мы должны заменить интерфейс, который был, на новый интерфейс. Ну, как мы это делаем? Вот, смотрим на прямые диаграммы. Точно так это можно делать. Значит, еще раз, проблема, которую мы решаем, это адаптация существующего кода, стабилизированного кода. Понятно, что если код находится в разработке, мы так делать не будем, мы поменяем сам код, но это бывает, возможно, далеко не всегда. Либо код нам недоступен, либо он закрыт для изменений, и всякое прочее. Следующий адаптер это мост. Мост, или у него есть еще одно название, видите, да, описатель тела, мост. Мост позволяет разделить ту абстракцию, с которой работает клиент, и ту реализацию, которую эта абстракция имеет. Подобное разделение имеет огромную массу преимуществ. Например, и абстракцию, и реализацию можно развивать отдельно. в абстракции есть интерфейс, какой-то есть тип, да, у реализации есть интерфейс, какой-то есть. Благодаря полиморфизму они могут работать между собой, они уже договорились о протоколе, составили полный список запросов, которые могут посылать друг другу, и дальнейшее развитие возможно как захотите. Первый вариант. Второй вариант. Мы хотим скрыть от клиента реализацию как таковую, вообще скрыть, то есть не показывать. Клиент работает с абстракцией, реализацию он не видит. Возможно, кстати, ситуация, если не ошибаюсь в обсуждениях, там, в последних слайдах где-то об этом говорится, вырожденный мост. Вырожденный мост означает то, что реализация одна, она не меняется, но все равно мы ее вытащили для своих архитектурных целей. Или, к примеру, возможно, реализация по умолчанию. Опять же вариант. То есть вариантов огромное количество существует у моста. Главное, что мы отделили друг от друга абстракцию, то есть тот внешний облик нашего объекта, с которым взаимодействует клиент, и ту реализацию, за которой ему дело быть не должно. Там все эти имена классов, там вся эта механика. Механику мы можем менять, не догадываться клиент будет, зачем ему это надо. где у нас тут мост? Если бы я сейчас взял маркер и пририсовал мостик, где у нас тут мост? Что мостом называется? Связь между абстракцией и реализацией это и есть мостом если вот этой иерархии не будет это как раз вот этого не будет вот этого не будет мы не предполагаем наследование это будет вырубленный мостом тогда правда надо имплементом написать не курсивом потому что это абстрактный класс а прямым фрифтом ну прямым фрифтом обычный класс кстати некоторым из команд я уже рекомендовал подумать про мост правда не помню чем было это обусловлено существует кстати еще одна причина по которой можно взять мост это ситуация когда реализации ну давайте я на конкретной покажу да конкретной реализации они существуют в меньшем числе чем абстракции то есть несколько абстракций пользуются реализацией совместно она большая там какие-то алгоритмы сложные вещи вот и понятно что в этом случае их можно обобществить как их обобществляют при создании экземпляра абстракции передается готовый адрес который мы помним все время и получаем такое совместное использование следующий пример компоновщик компоновщик отвечает на вопрос как сделать единообразное хранение древовидных структур хранение в памяти хранение где угодно сам подход к организации данных подход к моделированию вот этих математических древовидных структур это решается через рекурсию через рекурсию в агрегировании в частности то есть мы имеем такой необычный может быть для первого взгляда точно необычный подход к связи вот класс композит он одновременно и потомок участника компонент компонент и одновременно он эти компоненты и содержат в любом количестве что такое лиф лиф это примерно то же самое что композит что композит но с одной оговоркой поскольку это листовая вершина дерева ей не нужно иметь в обязательном порядке методы управления своими потомками то есть менеджмент потомков он не нужен другое дело дальше начинаются вопросы вопросы такого плана ну а что ж у нас тут эти методы есть а тут их не будет может хотя бы пустые напишем а если пустые как они должны себя вести то есть ничего не делать или выбрасывать исключения а если мы не будем их писать то вроде бы интерфейсы как-то разъезжаются да мы можем от компонента же отобрать вот методы работы с потомками у компонента их может не быть это как бы подверсия компоновщик да одна подверсия она говорит что общий интерфейс вводится на уровне абстрактного класса а вторая версия говорит что эти методы вводятся на уровне именно того объекта который реально содержит косовку и предназначен для того чтобы они у него были вот с компоновщиком вообще связана большая дискуссия в частности вот у авторов гоф там просто очень много разных нюансов часть из них я вам назвал то есть это уже принятие таких не архитектурных вот про главное да а мелких инженерных решений как пойдем чего будем писать куда что положим это тоже надо делать естественно без этого мы не доведем систему до готового состояния то есть при изготовлении надо это делать но есть там такие нюансы тем не менее если у вас что-то древовидное или какой-то граф то вполне моделируется таким образом при этом понятна роль компонента как абстрактного интерфейса с которым работает клиент клиенту нет дела до того что у нас там дерево из одной вершины вырожденная ситуация корень уже лист или вообще дерево нет или большое дерево сбалансированное или нет следующий шаблон это декоратор декоратором он именуется исходя из того что примеры которые приводят приводят авторы гамма и прочие они про оконную систему и про добавление новых возможностей элементов к существующим классам я со своей стороны иллюстрирую декоратор могу немного иные примеры приводить примеры связанные не только с интерфейсами графическими а например с игровой механикой какой-либо вот представьте себе что у вас есть объект на игровой карте допустим обычная какая-то позиция место куда можно попасть куда можно выйти какой-нибудь скажем узел графа допустим комната в лабиринте с этой комнатой могут быть связаны различные ситуации например попадание в эту комнату может дать дополнительно силы потому что там какой-нибудь источник живительной влаги мы к нему прикоснулись у нас сила добавилась мы там получили какие-то новые возможности попадая в эту комнату мы можем найти в ней оружие которое даст нам сверхспособности попадая в эту комнату мы можем там еще что-то сделать и вот так вот можем 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 как это делают те кто читал книжки по ООП класс комнаты от него прожидаем класс комната с оружием комната с живительной влагой и так далее теперь внимание вопрос а если в одной комнате находится живая вода и оружие вот тут уже непонятно либо множественное наследование которого вообще говоря без повода надо избегать и тут яма не повод либо мы делаем новый класс уже третий который является комбинацией возможностей первых двух дальше я говорю а если у меня на выходе из этой комнаты дверь заминирована вот у меня уже не комбинации две а там шесть получается то есть заминированная с живой водой заминированная с оружием не заминированная ну понятно вот такая вот проблема она как раз здесь названа комбинаторным ростом сочетаний у гаммы для сравнения приводятся примеры с окном он говорит графическое окно в интерфейсе он говорит окно с тенью окно с рамкой окно с тенью и с рамкой ну понятно сколько надо классов чтобы это все сделать мой пример с комнатой проигрывает пример с гаммой с окном да гамма потому что он говорит окно с двойной рамкой ну у меня допустим там оружие и еще два оружия то есть как с помощью классического наследования решить проблему кратного применения одного и того же функционала никак потому что класс не может быть потомком самого себе не бывает так что а это потомок или а это предок а не бывает а вот декоратор и эту проблему мимохода тоже решает видите какие проблемы мы с вами уже обсуждаем и удерживаем в голове значит одна проблема это то как добавить много разных функций в любых комбинациях новое поведение новое новое состояние не важно что да может быть и состояние и поведение и как сделать так чтобы это кратно могло быть использовано ну вот на эти вопросы отвечает нам декоратор по традиции клиент который для разнообразия скажем так не показан работает с компонентом компоненты бывают конкретными в нашем случае это окно комната и бывают декораторы декораторы это как раз те которые вносят дополнительную функциональность для декоратора компонент является частью видите к декоратору ведет агрегирование а к компоненту ведет часть это означает то что декоратор выступает оберткой то есть комната с оружием выступает оберткой вокруг обычной комнаты комната с оружием и заминированным выходом выступает оберткой вокруг комнаты с оружием которая выступает оберткой вокруг комнаты При этом обратите внимание, если бы у меня декоратор был сразу вокруг конкретного компонента То не было бы возможности декоратор в декоратор вкладывать А так у меня может быть декоратор в декораторе, в декораторе, в декораторе И потом уже в том объекте, который мы декорируем Сами декораторы тоже могут быть разные Те декораторы, как я сказал, в которых акцент делается на новое поведение Новое поведение, допустим, взорвать игрока Или декораторы, которые делают больше акцент на новое состояние Допустим, информация про те артефакты, которые мы найдем и которые нам дадут суперспособность Разницы никакой нет Идея понятна для декоратора? Хорошо Я вас призываю потихоньку рефлексировать Если вам вдруг покажется, что для вашего проекта это то, что надо Вы обязательно это зафиксируйте сразу Чтобы можно было начать имплементацию Уже скоро, в пару дней все произойдет Мне стоит, наверное, извиниться на такое плотное расписание Хоть и не я его составлял Но мы стараемся Где-то всегда есть такой момент, когда между лекцией и сдачей проходит чуть-чуть времени То это после буста случится, то еще где-то у нас с вами после паттернов случилось Следующий пример не потребует от нас HTML-диаграммы Ее даже невозможно нарисовать Потому что нет участников Кроме одного фасадного класса Можно дать скетч В котором будет много-много запутанных связей И скетч, в котором будет красота Архитектурная На самом деле фасад это про то, как разбивать системы на уровни Или на слои Как избавляться от монолитных систем Про то, как вводить дополнительные уровни косвенности с более простыми интерфейсами А здесь работает примерно то же правило 80-20, которое где только не работает То есть 80% запросов к какому-то пакету классов или к подсистеме или к слою объектов Можно решить 20% интерфейсных вызов А оставшиеся 80% интерфейсных вызов приходится на 20% возможностей Которые, конечно, нужны, но довольно редко Это, кстати, оставляет нам возможность самостоятельно принять архитектурное решение Нам нужен вариант обращения к классам или к элементам подсистемы, минуя фасад Или фасад делается единственным каналом, по которому мы можем обращаться Потому что если фасад работает параллельно с прямым доступом Это одна ситуация У фасада могут быть свои данные внутри состояния И они должны постоянно актуализироваться, чтобы целостность системы не нарушилась С другой стороны, если канал только через фасад То вопрос, полон ли интерфейс у фасада Достаточно ли его вызовов, команд, которые мы ему приписали Для того, чтобы на все-все-все возможные варианты что-нибудь сказать клиенту В том случае, если можно идти, минуя фасад Это, скорее всего, тонкая настройка Очень тонкое конфигурирование, тюнинг, как угодно Если с другой стороны только фасад То это запрет на компрометацию отдельных имен То есть мы инкапсулируем эти имена за фасадом Фасаду запрещено их показывать Он работает через свою систему запросов Ну и выбор за нами В любом случае Выбор в этом случае остается полностью за нами Следующий Следующий шаблон Шаблон, который мы с вами тоже обсуждали Чуть-чуть, говоря про boost в частности Это заместитель Заместитель мы обсуждали в контексте умных указателей Умные указатели это один из примеров организации заместителя Поэтому как там что внутри вы сами либо знаете, либо догадываетесь Как минимум Я только назову несколько дополнительных контекстов Когда заместитель или прокси может быть полезен Ну, прежде всего, когда вот то, что он замещает То, что он замещает Находится либо в другом адресном пространстве То есть далеко по сети Понятно, время отклика Время отклика, пусть даже в оперативной памяти Хоть мы говорим оперативная память, медленное устройство Когда мы говорим про сеть Либо это может быть что-то на жестком диске Дисковая подсистема тоже медленная Мы сделаем заместителя Который будет давать основную информацию Это видно даже по файловым менеджерам Мы говорим Ага, картинка Какого картинка размера? Ну, допустим, 400 на 200 Да? Окей А покажи картинку И он зашуршал, зашуршал, картинка показывается То есть Те метаданные, которые можно объявить с минимальной задержкой Они забираются в заместитель Заместитель, кстати, в отличие от противоположных Да? Всегда идет по пути ленивой или отложенной инициализации Он инициализирует то, что понадобится с наибольшей вероятностью И то, что требует минимальных затрат Вот Размер, пожалуйста Длина какого-нибудь аудиотрека, пожалуйста Проиграть? Ну, проиграть Сейчас я его загружу Проиграю Вот Картинка В вебе Да? Картинки нету Альт Альт есть Показать картинку Где-нибудь в Калифорнии на сервере Зашуршал Показал Вот Ленивая инициализация Все для этого То есть Сама идея заместителя Это вот Дать дополнительные возможности Ускорить Обезопасить Возможные Обезопасить Что-нибудь с блокировками связанное Что-нибудь с подсчетом ссылок Вот Идея такая Иерархия заместителей Ну, понятно, что они исчерпывающие Всегда можно предложить новый вариант Или Контекст использования данного шаблона Ну, вот Один Извозможный Вариантов классификации Как устроено? Устроено очень просто Очень просто устроено Я думаю, вопросов не вызывает Клиент работает с чем-то, ему даже не важно с чем Он работает с субъектом Про интерфейс которого ему все сказали А реальный это субъект Или это прокси Который подтягивает реальный субъект При необходимости Разницы никакой нет Поведенческие шаблоны Поведенческие шаблоны Поведенческие шаблоны добавляют время Я думаю, вы заметили, что с структурными шаблонами там как-то времени особо нет То есть Та композиция, которая нам интересна И все В поведенческих появляется время Где-то сильнее, где-то слабее Но оно появляется Мы больше говорим про взаимодействие Про взаимодействие объектов Давайте вот в этом контексте немножко и поговорим Первый пример это команда Команда отвечает на вопрос Или рассказывает, как инкапсулировать запросы в виде команд Когда один объект А вызывает другой объект Б Для этого используется метод М Понятно, что ни по какую инкапсуляцию тут речи нет Понятно, что настроить это очень сложно Поменять М на какой-нибудь П Процесс Или еще на что-нибудь Очень сложно Поэтому возникает соблазн Рассматривать не только Какие-то Объекты Сущности Как классы Но и Поведение Как классы Вот Поведение как классы Это как раз сюда Обратите внимание, что Рассматривая поведение как классы А конкретные проявления этого поведения Как объекты класса Мы получаем новые возможности Мы можем Ставить команды в очередь Мы можем Поставив команды в очередь Располагать Итератором по этой очереди А Движение итератора в прошлое и в будущее Означает для нас Возможность Отката И повторного исполнения команды Так Мы можем ввести Журнал команд Журнал не только В виде Очереди оперативной памяти Но и в виде Какого-то дампа Например На жесткий диск Что было сделано Тут Тут Кстати Я могу Дать Отличную идею Которая Витает В воздухе Она витает Среди инженеров О взаимодействии То есть Тех Кого по-русски Очень криво называют Юзабилистами Вот Юзабилисты Они Сокрушаются Я Кстати не знаю Сокрушается ли Платон Днепровский На эту тему Мы с ним не разговаривали Но Курс-то вас ждет Да Так вот Идея из области Юзабилити Которая прекрасно Сочетается вот с этим Шаблоном Почему-то все Приложения Невзирая на Гигабайты И терабайты Оперативной Извините Дисковой памяти Забывают Что они делали Со своими Объектами Когда их Выключают Ну Пока программа Работает У меня Excel Может работать Неделю Да Он помнит Если я его закрою И открою через 5 минут Он все забыл Но В конце концов Вот Хвала Apple За это Пользователи Он же превыше всего Он существо капризное А если пользователь Еще и знает Как все устроено Как мы с вами Может быть Вдвойне капризно Потому что он Говорит Ну Память Это Терабайты Зафиксировать Команду В каком-нибудь Логе Персистентном Постоянном Логе Это там 100 байт На команду И чего же нам 100 байт Жалко Понятно Да Да То есть Чуть-чуть В Windows В некой пропорции Я просто Не Ходок На последние пять лет Ведется Но По крайней мере Выключение Приложения И включение Приложения Не становится Такими фатальными Как сегодня Как оно сделано Тут Диаграмма Довольно сложная Но Давайте постараемся Понять На уровне Участников Значит Участники У нас Клиент Это понятно Команда Это понятно Конкретная команда Тот Который Invoker Это Инициатор Тот Который Receiver Это Получатель Значит Как оно работает Предварительно Предварительно Клиент Настраивает Получателя На выполнение Какого-то действия То есть Тут чудес Не бывает Клиент Настраивает Клиент Настраивает Конкретную команду На Конкретного Получателя А может быть Не настраивает Но главное Что у команды Определяется Поведение По запросу Execute То есть Что делать Когда она Будет Выполняться Замечу В скобочках И про это Будет написано В обсуждении Если вы посмотрите На Последние Слайды Так вот Команды Могут выполняться Вообще Без Получателя То есть Команда Может быть Такой Механистической Перенос Информации А может быть Довольно Умной Умная команда Она сама знает Что делать Ей Ресивер особо Не требуется Так вот Когда У инициатора Возникает Потребность В выполнении Какого-то Действия Которое В конечном итоге Скорее всего Будет выполнено Поучателем В методе Action Он создает Команду Или Создает Из Прототипа Помните Да Или Создает Просто New Создает Или Активизирует Тот объект Который У него уже был Команда Запускает Эту Команду Ставит Ее Очередь Запускает Ее Жизненный цикл Естественно Он Оперирует Через Абстрактный Интерфейс С конкретным Экземпляром У конкретного Экземпляра Есть Execute Этот Execute Выполняется Может быть Асинхронно Может быть Не сразу Может быть Когда Появится Возможность Он выполняется И если Команда Настроена На Получателя Она Ивицирует Действие Получателя Если Не настроена То есть Нет Вот Этой Зависимости То Команда Сама Все делает Выполняется И Вот Такие команды У них уже есть Своё состояние Обратите внимание То есть Может быть Какая-то Внутренняя информация В команде Как ей действовать Их вполне Можно уже В контейнер Двигаться По нему Вперед Назад Откат Повторное исполнение Повторное исполнение Последней команды Что это значит Взяли последний экземпляр Продублировали И исполнили Без проблем То есть В этой модели Это очень Продуктивная деятельность Каким образом Это может быть Сделано Ну вот Команда Без памяти Означает То что команда Не в без памяти А то что У неё нет Вот того самого стей Да Заметьте Что я здесь Использую Некоторые приёмы Мета Программирования То есть Я заставляю Компилятор Строить мне Программу Интересующего меня Вида Меня интересуют Конкретные Классы Команд А конкретные Классы Команд У меня Как вы видите Паралитризуются Определёнными Прессиверами Вот Соответственно Есть Тип данных Вот Как это читается Action Как читается Это указательный Метод Помните Ведь Только не говорите Что не помнится Указательный Метод Который Находится В пространстве Извините В области Видимости Ресивера Имеет 0 параметров На входе Пустой результат На выходе То есть Вводит Понятно Да И вот Такой вот Action поступает На вход На вход Команды Команда Потом это всё помнит У неё нет Своей памяти В том плане Что state Нет А куда ей Обращаться Она должна Естественно Помнить Как этим можно Пользоваться Сконфигурировали Класс И сразу Его создали Так Где мы Конфигурируем Вот Где мы Конфигурируем Обратите внимание Тут у меня Необобщённое Программирование Обобщённое Это если я Для одного класса Для второго Нашёл какой-то Универсальный алгоритм Тут скорее мета Программирование То есть я Выставляю компилятор Сделать Неименованный тип По шаблону С соответствующим Параметрам Он его делает И Всё что мне остаётся Сделать Это потом сказать Что надо Исполнить Эту команду Вот и всё Ну вот Можно как Простейшую Реализацию Предложим У нас с вами Сегодня больше Гораздо больше Емэй Чем кода Но без кода Так же Скучновато Итератор Про итераторы Речь была Итераторами Вы все Пользуетесь Если пользуетесь Контейнерами Поэтому Сейчас сугубо Теоретическая Страничка Значит Итераторы Это как раз Про обход Произвольного Совершенно Контейнера А Ещё Более Общая Формулировка Агрегата Причём Как последовательный Обход Так и Не очень Последовательный Вы знаете Что Стрель Есть С произвольным Доступом Главное Что Главное То Что Любой Итератор У нас Держит Активную Точку В контейнере Соответственно Сколько Может быть Итераторов По одному Контейнеру Столько Сколько 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 Может быть Дисциплин Обхода А столько Сколько Разных Контейнеров Потому что Каждый Контейнер Может Инкапсулировать Свою Дисциплину Обхода Опять же Кто Рулит Итератором Рулить Может Контейнер Если Он Лучше Знает Как Его Обходить Рулить Может Клиент То Клиент Клиент Двигает Итератор В нужную сторону Получает Соответствующий Результат Бывают Ситуации Вырожденных Итераторов Помните Итератор Конец Потока Вырожденный Или пустой Итератор Который Необходим Как пара Вот Архитектурно Он нужен Но он всегда Говорит Что Все Чтение Завершено Или обход Завершен Существует Минимально Необходимый Состав Методов Которые Которые Требуются Для любого Итератора Для любого Итератора Теоретически Необходимо Умение Попасть В начало Ну Либо его может Поставить Клиент Либо Клиент Либо Заметьте Контейнер Переход 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 У нас С вами Имеет Форму Плюс Плюс Next Это такая Обобщенно Вербальная Форма Плюс Плюс Все Плюс У нас Что такое Is Done Is Done Это то самое Условие Помните Текущий Неравен Концевому Обход Завершен Или нет Это Более общая Модель Которой Мы Все Обязаны Эрифу Гамми И Которая Вообще Говоря Была Заработана В то время Когда STL Появлялся Стабилизировался Понятно Что оглядку На конкретную библиотеку Конкретного языка Никто делать не будет Поэтому Тут Свои термины Давайте Мыслить Более Общими словами Обход Завершен И Что такое Current Item Это Наша Звездочка Да Отдайте мне Текущий элемент Что там Под итератором Находится Вот Этих четырех Элементов По идее Достаточно Для любого итератора Теперь Подумайте Сколько Всего интересного Придумали Мюсер Степанов Те кто шли Их тропой В принципе Там Очень много чего есть И Формально Это не обязательно Это уже Такие Украшения Заметьте Что Существует Такое Понятие Как Курсор Курсор Это Совсем Пассивный Итератор Совсем Пассивный Итератор Который Знает Куда Он указывает Все Движения Этого Итератора Выполняются Сторонними Силами Скорее всего Агрегатом Даже Не Агрегатом Курсор В этом Смысле Очень Похож На Курсоры В таблицах Баз Данных То есть Он только знает Где он находится Куда он сейчас Смотрит А Дальнейшие все Обходы Выполняет В данном случае Движок Базы данных Который Двигает Курсор При обходе Набора Который Допустим Получен Селектор Вашему Вниманию Онтология Итераторов Не знаю Классификация Но Тут Не просто Классификация Допустим Пустой Итератор В классификацию Не вошел Поэтому Общее Поле Какими Они бывают Как они делятся По каким Критериям Там Многие Категории Пересекаются Можно Быть Пассивным Активным Можно Быть Расширенным С расширенным Набором Команд Много Чего Можно Если Сравнивать Внутренние И внешние Итераторы А внутренние И внешние Итераторы Это те Которые Либо Двигаются Сами Либо Либо Двигаются Снаружи То Помимо тех Очевидных Вещей Которые Вы сами Увидите На нашем Слайде Я обращу Ваше внимание На последнюю Позицию Помните Про Компоновщика Понятно Что Компоновщик Моделирует Замечательно Любые Деревья А вот Итератор По дереву Представьте себе Вот Итератор Такой Какой У нас Был Растейлик Не получится Потому что Мы сами Двигаем Его И Ну вот Мы уходим На уровень Ниже Надо запомнить Где мы были На предыдущем уровне Процедуру Начать заново Где-то все это Помнить Помнить Жутко Неудобно Практически Невозможно Для общего Случа В том случае Когда итератор Сам все делает И сам Инкапсулирует Дисциплину Обхода Агрегата То Все делает Сам Вообще Автоматически Потому что Запоминание Позиции Итератора Одного и того же Заметьте На разных уровнях Структуры Это просто Стэк вызовов Поэтому Выбирая В пользу Того или иного Итератора Нужно Не забывать Про Такую вещь Как Природа Агрегата Какую Природу Агрегат С которым Мы с вами Работаем Для Древовидных Каких-то Графовых Вещей Выбор Практически Предопределен Как Это Устроено Устроено Это довольно просто При Большом Количестве Участников Линей Между ними Клиент Если мы Говорим Про Активного Клиента Клиент Заводит Агрегат Клиент Заводит Итератор Агрегат Либо Клиент Заводит Агрегат А итератор Заводит Агрегат Так же Как мы стояли Мы говорим Давайте итератор Итератор Появляется После чего Начинается Обычная Активная работа Итератор Взаимодействует С агрегатом Агрегат с итератором На уровне Реализации В C++ Вполне возможно Отношение дружественности Для повышения Скорости работы Вот Такие вот Вещи Следующий Наш Шаблон Это Посредник Посредник Нужен Тогда Когда У нас Большое количество Объектов Пытаются Взаимодействовать Между собой При этом Нет Выраженного Какого-то Центра Где Все Взаимодействия Сводились В Эдин Вот Таким центром И делается Посредник Он Позволяет Разбить Взаимодействие Каждого С каждым Вы понимаете Каждый с каждым Это До Н квадрат Связь И в каждой связи Не просто посылка Данных А там же Протокол Целый И Там все очень сложно Может быть Это означает Что Мы Разбиваем Отношение Каждый с каждым На отношение Каждый С посредником В этом случае У нас Есть термин Коллега Как Наименование Для участника Все коллеги Знают Про посредника Но Забывают Друг о друге Забывая Друг о друге Они Как бы Регистрируют Этого посредника У себя Да Они все про него помнят Посылают Данные Только ему Запрашивают Действия Только у него И он Соответственно Запрашивает Данные И вызывает действия У коллега Основной Риск Такого Паттерна Заключается в том Что Посредник Может превратиться В божественный класс Потому что Он знает про всех Отвечает за все А это как раз Вот Первые признаки Божественности То есть Говоря по другому У посредника НИП Возникает Да Вот Чтобы этого не было Возможно Возможные варианты Посредника можно сделать абстрактным И инстанцировать Не его А конкретные посредники Отвечающие Допустим За связи Между Подгруппами Коллег Или Между Всеми коллегами Но по конкретному Поводу Например Повод сетевое Взаимодействие Повод Файловое Взаимодействие Повод Взаимодействие С пользователем Или еще что-то Но В целом Вот Идея заключается В этом То есть N квадрат связей Мы заменяем На Ну 2N связи В худшем случае Что гораздо лучше Каким образом мы это делаем Показано на диаграмме Вы чувствуете Что Здесь Во всех Рассуждениях Фигурирует Время То есть Я говорю Взаимодействует Взаимодействует Посылают Принимают То есть Понятно Что это можно расписать По оси времени Ось времени Здесь Обязательно Попробуйте Для Скажем Какого-нибудь Структурного Шаблона Применить Время Ну Можно Но там Все будет одно и то же Ось времени Будет продлевать Но Все будет одно и то же Адаптер Он всегда адаптирует По построению В точке 0 И в точке Конец Жизненного цикла Адаптер Просто адаптирует Что пришло То и адаптирует А здесь Некий протокол Отправили Получили Поэтому Поведенческий Шаблона Далее Далее Наблюдатель Наблюдатель Это Примерно По модели View Контроллер Соответственно Это один из основных Примеров Где это может Использоваться То есть Есть Объекты Скажем Уровня Управления Средний слой Приложения Который Выполняет какую-то Логику Либо Игровую Либо Бизнес логику Есть те Которые Наблюдают за ними Визуализируют То что происходит В тех Внутренних Объектах То есть Из Классического Опять таки Шаблона MVC Мы одну букву Убрали Ставили два участника Вот То где чаще всего Это может быть Использовано Что это означает Это означает Что каждый Наблюдатель Поскольку он Отображает Состояние Соответствующих Субъектов Он регистрируется У этих субъектов Каждый субъект Помнит Кому он Посылает Информацию Из Своих Наблюдателей Делает Такую Рассылку И в каком-то Смысле Применение Этого шаблона Приводит Нас К пониманию Как построить Широковещательные Рассылки Самым Простым Можно сказать Дедовским Способом Без Каких-либо Специальных Ухищрений Которые Есть Соответствующих Фреймворках Понятно Да Самое Простое Решение Абсолютно Платформенно Независимая Переносимая Без проблем Имеет Свои Ограничения По масштабированию Бесспорно Тут надо Проводить Нагрузочное Тестирование Проверять Вполне Возможно Этого И хватит Что касается Реализации Реализация Реализация На уровне E-mail Вот такая Что касается Подробностей Подробности Можно посмотреть На слайдах В конце Из того Что мне бы хотелось Подчеркнуть Сейчас Это Порядок Либо Проталкивание Либо Вытягивание Данных Потому что Будучи На месте Субъекта Я могу Рассказать Все Что у меня случилось И это будет Интересно Одному Наблюдателю Из сотни А могу Сказать Так У меня тут кое-что Произошло Кому интересно Обращайтесь И тогда Все Обратятся Я скажу Что у меня Поменялось Например Шкала Времени Я там Что-нибудь Моделирую Вот Кому шкала Времени Интересно Те продолжают Спрашивать Дальше А те Кому не интересно Те кто Например За сетевые подключения Какие-нибудь Отвечает Они Бросают И ждут Следующего В интернете Вот Вот Она Идея Как В любом Архитектурном Решении Скорее всего Истина Будет Где-то Посередине То есть Мы не просто Уведомляем Что-то Произошло А даем Некий Фундамент Даем Какие-то Минимальные Данные По которым Большинство Уже Примет Решение Go No Go То есть Спрашивать меня Двигаться дальше Проигнолировать Понятно Что В случае Если я Отдаю Много Информации Я ее Отдаю Конкретным Получателям И моя связь С получателями То есть Связь субъекта И наблюдателя Делается гораздо Сильнее Такого Субъекта Потом сложнее Использовать Он На другой Контекст На другую Экосистему Просто Не Рассчитывать С другой Стороны Скорость Работы Когда я Проталкиваю Данные Она Выше Я протолкнул Передал Через Параметры Нотификации Все Что у меня Произошло Никаких Дополнительных Запросов Вопросов Уточнений Ко мне Уже Не Понятно Это Вот Опять же Такое Микро Микро Решение На уровне Больших систем Но оно Должно Документироваться Это Тоже Про архитектуру Архитектура У нас Многогранная Разнообразная Разноплановая И вот Это все К Нашему Разговору Имеет Прямое отношение Два Следующих Шаблона Это Состояние И Стратегия Они Интересны Тем Что мы Моделируем Наш В общем-то Контекст Контекст Может быть Совмещен с клиентом Кстати Вот Но Что самое главное Мы говорим Вот Мы не будем заниматься Состоянием Ситуации Состояния И мы не будем Заниматься Поведением Ситуации Паттерновой Стратегии То есть Мы говорим Мы вынимаем Состояние И Для Состояния Делаем Специальный Класс А скорее Иерархию Классов А скорее Иерархию Классов Экземпляры Которых Сменяют Друг друга Реализуют Некую Конечно-автоматную Модель Нашего Класса Класс Рождается В одном состоянии Это его Инициальное состояние Дальше Он Переходит 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 Возвращается Переходит И добирается До финального Состояния В котором И будет Уничтожен Из-за Класса Тут Тоже Есть Большое Число Разновидностей Решения Кто Переключает Состояние Переключает Сам Контекст Свои Состояния Или Состояния Знают Друг друга И Переключаются Если Знают Друг друга Как они Будут Удаляться Сами Мы не можем Сказать Делит Себя Да Вот Поэтому Тогда Будет Некий Реестр Состояний Скорее всего Один На систему В общем Там есть Над чем Подумать Но Очень интересная На самом деле История Также Обратите внимание На то Когда Мы приходим К пониманию Что нам Необходима Реализация Состояния Или Реализация Стратегии Когда У нас В коде Возникают Повторяющиеся Кусочки Кусочки имеют вид Оператора Множественного Уветвления Свитч Кейс Состояние 1 Кейс Состояние 2 Кейс Состояние 3 И так далее Ровно через неделю Я скажу Что Мартин Фаулер В своей книге Про рефакторинги И про ароматы Кода Как он выражается Смелс Запахи Да Он говорит Вот если у вас Слишком много Ветвлений И все они имеют Одинаковую структуру И проверяют Одинаковые условия То ваши условия Это скорее всего Состояние Объекта И вам пора Заменять Множественные Ветвления На полиморфные Вызовы Вот именно Этот паттерн Такую задачу И решает Это не что иное Как переход К полиморфным К полиморфным Состояниям А вот Следующий паттерн Стратегия К полиморфным Вызовам То есть К полиморфному Поведению Как сделано Сделано Очень просто Абстрактный Интерфейс Классов Состояний И классы Состояния Которые Инстанцируются И ссылка На который Или указатель Содержит наш класс Класс контекст Определенные Слова Про Шаблон Стратегия Я уже сказал Поэтому Остается Только Сопоставить С состоянием Стратегия Это про Алгоритмическую Часть Состояние Про Атрибутивную Часть То есть Там где у нас Возникают Полиморфные Там Возникают Множественные Ветвления Которые Явно Претендуют На Будущую Полиморфность Мы можем Вот этот Шаблон С вами Использовать Его Реализация На уровне UML Почти ничем Не отличается Ну только термином Поменялись Плюс к этому В состояниях У нас Скорее будет Заполнено Состояние То есть Отсек 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 Атрибутов А здесь У нас Заполняется Отсек Методов Вот и все Каким образом Может Происходить Эта Работа Показано На Следующем Слайде Я думаю Я думаю Что Ничего сложного Здесь нет По всем именам Можно разобраться Strategy Это параметр Тип Параметр Шаблона Мы В нашем Классе Храним Стратегию И По этой стратегии Дальше будет Происходить Вызов Смотрите пожалуйста На этот Код Шаблонный Метод Шаблонный Метод Да Просьба не путать С фабричным Методом Шаблонный Метод Относит Нас Еще К Проблеме Архитектуры Проблема заключающаяся в том Что На одном уровне Иерархии Но У разных Потомков Одного Базового Класса Должна Быть Какая-то Реализация Действия В этой Реализации Много общего Много общего У классов Один Два Три Четыре Пять Нам Хочется сделать так Чтобы У нас Был порядок Порядок Означает Иметь Общий Регламент Исполнения Этого Действия Желательно На уровне Базового Класса Порядок Одинаковый Обобщили Подняли На один уровень Как учат То есть К суперклассу Обратились Сделали Вопрос Что писать В суперклассе Если Нюансы Реализации Будут Известны Только в Производных Классах На этот вопрос Отвечает Шаблонный Метод Шаблонный Метод Позволяет Использовать Такую Технику Как она Называется Вынесение За скобки То есть Все те Одинаковые Части Которые Есть у наших Классов С первым По пятой Они все Оказываются Реализованными От и до В Базовом Классе Те Оставшиеся Элементы Которые Могут Кстати Вообще Быть необязательными Или Появляться В соответствующей Точке Мы реализуем Как Примитивные Операции Или Как Заглужки Значит У нас Возникает Понятие Операция Зацепка Hook Operation У нас Возникает Понятие Примитивная Операция Давайте С ними Сейчас Разберемся Ну Во-первых Сам шаблон Он очень простой У нас есть Базовый класс В котором Реализован Непосредственно Шаблонный метод Если Мы его Раскроем Думаю Там Ключик Раскрыли Там есть Фиксированный Код И какие-то Вызовы По аналогии с функциями Обратного вызова Что-то такое Вызывается Вопрос Что там Вызывается Имеется Есть Вариант Операция Зацепка Это Просто Заглушка Пустые Фигурные Скобки Пустые Фигурные Скобки Надо В производном Классе Перекровать Структурно Не надо Если Только Есть Необходимость Перекроем Что-нибудь Предложим Сделаем Если Примитивная Операция Примитивная Операция Выполняется Не как Заглушка Примитивная Операция Выполняется Как Чистый Виртуальный Метод Что Обязывает Разработчикам Производного Класса Предложить Любую Пусть даже Пустую В виде Заглушки Реализацию Так Соответственно Когда Мы Говорим Что В этой Точке Кода Производным Классом Что-то Предстоит Сделать Мы Отвечаем На вопрос Что-то Обязательно Надо Сделать Тогда Примитивная Операция Или Туда Можно Что-то Вписать По Желанию Тогда Зацепка Вот Отличие Между Зацепкой И Соответственно Примитивной Операцией Каким образом Это Можно Сделать Вы Видите Сами К примеру В базовом Классе Я Пишу Ну Какой-то Хук В последней строчке Метода Это означает То, что В эту точку Можно будет Вписать Представляете Я Вписываю Реализацию Базового Класса Занимаясь Написанием Производным Да Вписываю Мне Оставили Такое Право У Родителя Естественно Это Пустой Метод А у Производного Класса Ну Если это Виртуальная Функция Без виртуальных Тут Делать нечего Предлагается Какая-то Реализация Дальше Сила Позднего Связывания Это Реализация Выстрелит А заглушка Ну так и Останется Заглушкой Вот в чем заключается Эта техника Кстати При всей его Простоте Этот шаблонный Метод Тоже считается Паттерном Паттерном Посетителя Мы обсуждали В boost Помните У нас был Посетитель Который Посещал строку И целое Вот Посетитель Он Используется В том Случии Если Опять же Стабилизированному Коду Необходимо Добавить Свой собственный Код Но Такой код Лучше не трогать Поэтому Мы добавляем операции Сбоку Сбоку Это означает Что мы Создаем Некий класс Который Умеет Работать С Тем Кого Или что Он посещает В случае Как вы помните Того контейнера Там типы Были заранее известны И мы Их посещали В зависимости от того Какой Различимый тип Нам предъявлял Контейнер Посетитель Выполнял ту Или иную работу В Случае Таком вот Теоретическом Который Рассматривается В Гов Нам говорится Что там не просто контейнер Там агрегат В этом агрегате Могут находиться Самые разные элементы Которые Которые Должны уметь Всего лишь Принимать Посетителя Как вы помните В boost Был такой Метод Ну он есть Accept Visitor Глобальная функция Вот эта глобальная функция Как раз обеспечивает Прием посетителей В boost Это означает Что Если нам потребуется Реализовать Дополнительную функцию Которая Относится К любому Элементу Нашего Агрегата То есть Нашей Сосфорной Конструкции Мы просто Разрабатываем Еще один посетитель Который По построению Должен уметь Обходить Все элементы А для Элементов Ну практически Никаких проблем Потому что Есть Функция Приема Accept И есть та Операция Которую Надо Осуществить Принципиально Здесь то Что мы Одновременно Отталкиваемся От типа Посетителя И типа Элемента Чувствуете Да Для нас Одновременно важно Какого типа Элемент Мы рассматриваем И Какой Посетитель Извините К нему пришел Вот Исходя из двух типов Мы определяем Ту операцию Которая Должна Выполняться На уровне Реализации Я думаю Далее Вы сами Посмотрите Я сейчас Чуть-чуть Время Постараюсь Экономить Но вот На понятии Двойной Диспетчеризации Я специально Останавливаюсь Потому что Обычно Вы как привыкли Ну вот тип Т У него есть метод Для любого экземпляра Типа Т Уполняется Одинаковый метод Всегда А здесь У нас Два типа Принимаются Во внимание Тип Т Тип элемента И какой-нибудь Там В2 Который Посетитель номер 2 Для одного И того же Типа Разные посетители Делают разное И наоборот Один посетитель Для разных типов Делает разное В этом суть Двойной Диспетчеризации В языке С++ Ее нет Поговаривают Поговаривают Что есть языки В которых она Реализована Штатно Если бы она была В С++ То смысла Такого посетителя Не было бы никакого То есть Это вот пример Паттерн Который эмулирует Отсутствующие средства В языке программирования Соответственно Структура абстрактного Посетителя Которая не вызывает Никаких вопросов Я думаю Вы наверняка Посмотрели Реализация Которая Которая Опять-таки Сводится К тому Что надо вызвать Соответствующий Метод И сказать Ему Обработай То, что у меня есть То есть Возьми Зыск В качестве Входа Вот и все Вот и все Так Коллеги Я сейчас Памятую о том Что мы с вами На прошлой неделе Сливком рано Закончили Попрошу вас Еще минут пять Хорошо? Ну Пожалуйста Пожалуйста Все Спасибо Значит Мы с вами Должны подвести итог На этом паттерны закончились Даже те, кто Презентацию Не смотрит Все Вот каталог Мы с вами его Весь Отсмотрели Нам Необходимо Подвести итог Что это означает Есть Проблемы В архитектуре Есть Законы Принципы Которые Позволяют Их решать Еще раз О проблемах Проблемы Это Прежде всего Всякие Неустранимые Конфликты Это Самая Опасная Проблема Неустранимая В том смысле Что Как бы мы ни старались Оптимизация По одной оси Ухудшает Вторую ось И вот Надо искать Оптимум По многим-многим Параметам Гибкость Простота Это Один из Вариантов Таких конфликтов На примере шаблонов Вы вполне могли увидеть Что Действительно Гибкость Противостоит Простоте К сожалению Ну вот Еще один такой Интересный Пример Это Так называемая Кап-теорема Которая Препятствует Сделать Систему С тремя Качествами Сделать Систему С целостными Данами Доступную Для Клиента Available И При этом Прикодную К децентрализации То есть Разбиению На части С потери Связи Соответственно Эта Гипотеза Была Высказана Эриком Брюером В 2000 году С тех пор Ее активно критикуют Но Что-то противопоставить Сделайте Систему С тремя Атрибутами Качества Не получается Он Тогда Рассказывал Не какую-то Математику Он не теоретик Он рассказывал Достижение Своего Стартапа Который Финансировал Университет И Не получается В промышленности Пока Не удаются Это тоже Яркий пример Неустранимых Конфликтов Если найдете Свои примеры Присылайте В пишем Я знаю еще парочку Предшествующий слайд Он Компактный Слишком А существует Да Переходим к решению Значит Существует Понятно Наследование Композиция Существует Правило О том Как вызывать Методы И как не стоит Этого делать На это отвечает Закон Деметра Деметр Это проект Это имя проекта Звучит Как нечто такое Из Древней Греции Но это имя проекта Который В конце 80-х годов Опять же Велся в одном из Университетов Был посвящен Вопросам Адаптивного Программирования Про то Как делать Слабосвязанные Системы И вот они сделали Такую гипоризу Которая Кстати Работоспособна По поводу того Что Может вызывать Любой Объект Вот У объекта Есть Класс Он Класс У него Есть свои методы Есть методы Его Атрибутов То есть Под объектом Есть Там еще что-то А Больше Никуда Обращаться Нельзя Вот Привычные По Извините Visual Basic Конструкции Когда В Excel Значит Рабочая книга Точка Лист Точка Ячейка Точка Контур Точка Верхняя граница Точка Цвет Присвоить Это явное Нарушение И контрпример Вот к этому закону Если вдруг забудете Вспомните Вижу Вот Каждый объект Должен знать Только То что вокруг него Они строят гипотезы Относительно Глубинной организации Тех С кем он связан В отношениях Различного рода Находится И Уже Совершенный Апофеоз Это пять законов Которые входят В принципы Solid Ну точнее пять Пять принципов Пятерка Первая пятерка Принципов Часть из них Была сформулирована Кстати Дядечкой Который C++ Репорт Был главным редактором В 90-е годы Некоторые Были сформулированы Классиками Computer Science Вот Это очень Важные принципы На самом деле По поводу Одного из них Мы с вами даже Говорили И немало Это первый принцип Да Принцип единственной Ответственности Принцип единственной Ответственности Остальные принципы Не менее Важные Их всего пять Один Я уже Обозначил Остановлюсь Еще на одном И Оставшиеся три Останутся вам Как домашние задания Значит Принцип Где у нас Принцип Подстановки Лисков Значит Принцип Подстановки Лисков Он говорит как раз Про полиморфизм В том числе То есть Мы можем вместо Любого Объекта Взять объект Его под классом Поменять место То есть Использовать дочерний Вместо Родительского И при этом Программа Ни по поведению Ни по отримутам Качества Не претерпит Никаких изменений Знакомо? Знакомо Но для девяносто Если не ошибаюсь Четвертого года Это было Ноу-хау Это было Это было Ноу-хау Кстати Вот такая Необычная форма Обозначения Именно Связана с тем Что Лисков Это фамилия Причем это Барбара Лисков Соответственно Фамилия Не склоняется Вместо Значит Вместе С Жанет Они предложили Вот такой Принцип Засим Теоретическая часть Наша с вами Завершена Я думаю Что о содержании Практикума Все уже догадываются Мы с вами Два часа Говорим про паттерны Настало Время их посмотреть Всем большое Спасибо 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 Спасибо